Хочу к тебе в команду, как бы у меня произошло. И вот сейчас как раз я вам покажу те самые сторис, которые я сделала реально просто в потоке. У меня не было там какого-то контент-плана, что я села, сначала три часа писала, потом выкладывала. Я просто села, и в моменте, когда меня начали спрашивать в директ, типа, Света, а чем ты еще занимаешься? Как-то вот я видела, и вот мне сейчас нужен дополнительный доход, когда вот эта вот вся история уже началась, это вот две недели назад было, да, когда уже стало понятно, что мир прежним не будет, когда стало понятно, что кризис – это не истории какие-то из телевизора, которые просто вещают, а он, ну, вокруг нас находится. И я на самом деле прошла в компании, сколько там уже, пять, наверное, кризисов, и меня абсолютно никак не пугают. Чем, как я все время говорю, чем хуже кризис, тем лучше у нас ситуация, тем быстрее мы растем, особенно в сетевом. В сетевом – это всегда история про рост, всегда. Если вот вы это для себя понимаете, то вы сейчас поймаете волну и вырастите. Если вы будете сидеть в истории того, что никому ничего не надо, у людей нет денег, все экономят, и никто ничего не покупает, ну, как бы ваша вселенная, она вам всегда скажет «да». И я придумала вот этот вот в потоке несколько текстов, которые я просто выложила друг за другом. И благодаря им, соответственно, мне пришло сразу пять заявок на то, что девчонки хотят ко мне в команду, и мы уже вот начали работать. Я буквально чуть-чуть по ним пройдусь, они есть у меня в телеграм-канале, все отскринены, и вы можете зайти потом посмотреть. Началось с того, что я доносила мысль, что я давно живу с точки зрения диверсификации доходов. Я никогда не складываю яйца в одну корзину. Это очень классное правило инвестора, когда не нужно инвестировать в одну акцию или облигацию, или какой-то там фонд. Но вот несмотря на то, что я диверсифицировала все в портфеле, там, конечно, все пошло чуть-чуть не по плану, и я там не смогла на это повлиять. То в жизни у нас в семье несколько источников дохода и несколько направлений бизнеса, чтобы если вдруг что-то где-то произойдет, а такое может быть, как показывает практика жизни, у нас в любом случае будет доход, который приходит несмотря ни на что. И дальше. Мне последнюю неделю активно пишут те, кто когда-то слышал о сетевом, но особо не вникал с просьбой рассказать и показать, как зарабатывать. Ситуация быстро повернула в сторону поиска новых источников дохода. И это правда сейчас. Дальше. Это вот прямо не по порядку шли у меня в Инстаграме. Это элементарный бизнес, если включить голову и выключить стереотипы из 2000-х. И я здесь не брала тексты откуда-то, я просто брала их из головы. То есть вот тот смысл, который я хотела донести, и закрывала те возражения, которые есть у людей в голове. Потому что стереотипы до сих пор у людей есть. Как ни крути, не у всех уже, слава богу, но все равно. И дальше сториз про то, как я показываю очень простой расчет, что люди обычно покупают в магазинах обычные средства, вот без каких-то излишеств. И что это все есть в нашей сети. 8000 именований вообще легко. Далее. Сейчас будет резкая нехватка каких-то средств, и все будут искать замену. Ну, вы видели, сколько компаний ушло с рынка. И там вот эти компании обычные, которые там бытовые средства производили, какие-то обычные, ну, в общем, короче, элементарные средства гигиены, их просто не будет. И вот это вот тоже мой почерк. Я так разговариваю с подписчиками. Это мои фразы, которые я говорю. И мне вот вообще фиолетово, я давно в магазинах 90% ассортимента для красоты дома и даже уже еды не покупаю. То есть я сразу показываю, что я этим всем пользуюсь сама. Не просто рассказываю, что идите покупайте, но я пользуюсь другим. А я показываю, что я это делаю. И дальше я говорю про то, что мы российский производитель. Думаю, тут объяснять не надо, что сейчас важно поддерживать своих. И ваш бонус, помимо того, что вы экономите время, нервы и деньги, вы можете получать за это доход. То есть я показываю человеку, что он может легко покупать для себя просто и при этом еще доход получать. У многих этой картинки в голове нет. Они думают, что можно просто покупать, но то, что можно здесь зарабатывать, они не знают. И далее, просто простая схема. Купил сам, рассказал другому, дал рефералку, он купил, ты получил вознаграждение. Это если совсем по-простому. То есть я пишу очень русским языком, обычным, которым я разговариваю. Я не использую какие-то правила старителлинга, сумасшедшие там какими-нибудь оборотами. Просто как говорю, так и пишу. И дальше показываю просто для простоты расчета. Например, 30 человек заказали все, что им нужно, там не на Озоне в Элберрис или в магазине у дома, а купили по твоей рефералке на такую-то сумму. Их выгода такая-то, ты получаешь 41 тысячу. Хочешь на расчетный счет, хочешь на следующей покупке. За год это столько-то, при зарплате среднестатистической 30 тысяч рублей. Соответственно, это почти в 2,5 раза меньше. И вот кому хочется почитать дальше, здесь у меня не все. Вы можете просто на телеграм-канале у меня посмотреть, они там все заскринены. Там вся цепочка смыслов есть. И когда у меня эти смыслы закончились, там еще буквально несколько сториз было, а мне после этого сразу несколько человек написали. Типа, Света, прочитала, вообще огонь. Хочу это, хочу к тебе. И смотрите, это же история не про 2 часа вебинара, не про какой-то отдельный даже ролик. Хотя ролик всегда дает больше энергии и понимания, хочется тебе с человеком взаимодействовать или нет. Но так как они меня до этого читали, так как они смотрели за мной в Инстаграме, они понимают, какая я личность, какие у меня ценности, что я делаю, им хочется со мной взаимодействовать, им хочется со мной работать. Поэтому вот эти смыслы вы можете транслировать хоть где. В ВКонтакте можете это делать, в Телеграме можете это делать. Но сейчас в силу того, что с прекрасной соцсетью произошли определенные обстоятельства. Я думаю, что вы знаете. И когда у вас будет ответ в голове на вопрос, а почему должны купить у вас, почему у вас, а не у кого-то другого, из вашей компании или вообще из индустрии сетевого, а почему именно этот бизнес, а почему не какой-то другой. Сейчас возможность заработать огромная. Реально, можно хоть на чем зарабатывать. Можешь выводить товары на маркетплейсы, можешь запускать какие-то свои обучения, а можешь консультировать, можешь как СММщик работать. Но миллион вариантов, миллионы. Почему этот бизнес? Какое здесь есть преимущество, когда вы с человеком разговариваете? Дальше. Почему именно ваша компания? Почему ваша, а никакая не другая? И почему именно этот продукт? Когда у вас будут четкие смыслы и ответы на все вот эти вопросы, когда они у вас в голове будут закрыты, я вам очень рекомендую сделать карту смыслов. Карта смыслов – это когда вы берете майнд-карту. Это можно сделать в любой варианте. То есть есть в Гугле майнд-карта, есть в Майндмэп, есть в Майндноуте, в Маках, ну, любая. И вот я люблю в таком формате делать просто такие разветвления. Когда вы прописываете. Первое. Индустрия сетевого. Почему важно выбирать сетевой? Что для вас именно важно? Вот не для меня важно, не для Оли, не для Кати, не для Пети, а именно для вас. Я вам предлагаю, знаете, сейчас что сделать? Чтобы у нас такая сложилась картинка единая после нашей с вами встречи. У нас с вами тут почти 500 человек. Давайте друг другу поможем. Напишите, пожалуйста, по одному слову. Что для вас сетевой? Вот какой смысл основной вы вкладываете? Почему для вас сетевой – это важная индустрия? Почему вы сюда пришли? Что для вас здесь такого манящего и привлекательного? Почему вы здесь? Почему вы в этом чате? Почему вы на этой конференции? Почему вы сегодня меня слушаете? Вот сюда все пишите. И вы, когда карту будете составлять, вы просто открываете чат, и все, что вам откликается, вы можете вписать. Свобода. Первое слово Александра увидела. И это просто моя ключевая история, моя ключевая ценность. Почему я пришла сюда в сетевой? Нет потолка в доходах, масштабированность, личный рост. Посмотрите, у всех по-разному. Видите, у всех по-разному. Очень много пересекающегося, но есть абсолютно такие разные разветвления. Поэтому вот здесь вы можете составить очень крутую карту того, почему индустрия сетевого. И для каждого это реально будет своя какая-то история. Далее. Почему важно вас выбирать как партнера? Почему я как партнер? Вот напишите какой-то смысл, который вы закладываете. Почему человек должен выбрать вас? Когда, например, он из сетевой компании может выбрать нескольких. Вот он ходит, выбирает по каким-то параметрам. Видео смотрит, тексты читает, слушает, что вы говорите. И почему он выбирает именно вас, а не кого-то другого. Помощь. Ага, Розу. Развитие финансового роста. Еще. Улучшение финансового состояния. Это я просто не очень понимаю, к чему вы пишете. К предыдущему или вот, покажу путь, отлично, доведу до результата. Экспертность. Вот кто не знает, надо очень сильно над этим подумать. Потому что если вы пишете, Ольга, не знаю, значит, люди тоже не знают, почему вас выбрать. Всегда есть почему именно вы. Независимо от того, новичок вы, с опытом с большим, нет разницы. Вы как личность имеете предыдущий бэкграунд, предыдущий опыт. Неважно, в сетевом он или не в сетевом, какая разница. А вы как человек ценный, как человек. И здесь очень важно это транслировать. Потому что если вы это не транслируете, по какой причине люди должны вас выбирать? Нет такой причины. Помогаю всем. Елена, аккуратно с такими высказываниями. Надо помогать тем, кто хочет. Когда мы помогаем всем, это история, когда мы тащим людей, очень часто такие пинками в рай загоняем, они не хотят, мы их тащим, помогаем. Ой, я все время помогала, сейчас я всем вообще не помогаю. Я помогаю только тем, кто очень сильно хочет, и у кого горят глаза, и кто действия делает, самое главное. Уже помог многим стать успешным. Супер, отлично. Дальше, смотрите, следующее. Напишите также по одному слову. Вот для вас бизнес. Ваша конкретно компания. А почему именно ваш бизнес нужно выбрать, вашу компанию нужно выбрать? Что у вас там такого отличающегося? То есть понятно, что сейчас пишите пока одно слово, там у вас будет такая большая карта смыслов. Что тут? О чем идет речь? Нужно просто нажать кнопочку «Вступить», и будет понятно. Так, узкая ниша, деньги, здоровье, молодая компания. Надежность, прекрасно. Надежно, достойно, честно. Не совсем одно слово, но тоже окей. Ассортимент огромный. Эксклюзивность. Все, прекрасно. То есть у всех есть «Почему» ваша компания. И точно так же давайте напишем про продукт. Почему ваш продукт? Если вдруг у вас услуга, пишите про услугу. Если у вас продукт, пишите про продукт. То есть какой смысл такой самый ключевой? Почему выбрали именно этот продукт? Не какой-то другой, а именно этот. Натуральный. Да, прекрасно. Еще какой? Отличный продукт, 20 лет на рынке. Да, отлично. Так, качество по оптимальной цене. Эко. Да, эко тоже прекрасно. Нивейшие технологии. Отлично. Безопасный. Качественный. Качественный. Любой продукт сетевой компании качественный. Я, честно говоря, не знаю некачественных продуктов в нормальных сетевых компаниях. Почти нет конкурентов. А тот конкурент, что ей задрал конские цены. Сейчас это очень актуально, Лен, да. Омоложение. Прекрасно. То есть смотрите, вот и чем быстрее вы составите эту карту смыслов, тем быстрее вам будет понятно, на какую тему снимать ролики, на какую тему писать посты, о чем говорить с людьми на собеседовании, о чем говорить с людьми в сторис, рилсах, клипах, чем угодно. И вот это вам дает такую фундамент и опору, как продавать. Именно вам. И это не будет копированная история. Я вас могу уверить, что можно взять карту смыслов вот всех, кто здесь есть в чате, и они у всех будут разные. Они будут где-то пересекаться, потому что, понятное дело, есть одинаковые моменты, но они будут, как правило, они будут довольно разные. И вот в этом смысле мы с вами являемся абсолютно уникальными. Почему я считаю, что у меня как таковых конкурентов нет? Я вот не считаю конкурентами ни партнеров из своей компании, ни сетевиков из других компаний. Абсолютно. Это для меня не конкуренты. Почему я в свое время очень активно обучала сетевиков, и мы это делали очень прекрасно вместе с Машей Азаренок и другими топами сетевых компаний. То есть я приглашала их в наше обучение, и Станислав там был, и еще другие топы компании были. И это очень круто, когда мы можем учиться друг у друга. И классно, когда в индустрии выстроена такая взаимосвязь и такое пространство, место, где можно встречаться, где можно обмениваться, где мы не конкуренты друг к другу, где мы хотим друг у друга забрать сети, а где мы действительно помогаем друг другу двигаться. Вот тогда можно развиваться совсем с другой скоростью и совсем с другим настроем. Потому что вот я, например, сейчас как продюсер работала последние два года, там тоже есть свое продюсерское сообщество. И там есть те, у кого схожие ниши, но нет ни у кого мысли, типа я тебе не скажу, что я делаю, никакие воронки тебе не покажу, ничего не расскажу. Каждый делится, каждый дает какие-то свои подсвоих подрядчиков, свои контакты, и у каждого свои результаты. Рынок большой. Люди все равно придут к вам в любом случае. Но если вы не проявляетесь, если вас нигде нет, если вы думаете, ну, а что я буду рассказывать, я же новичок, у меня пока ничего такого нет, результатов нет, там отзывов нет, ну, как бы ничего нет. Если вы про себя так думаете, то что должны люди про вас думать? Ну, как правило, ничего. Вы не будете в их поле вообще никак проявляться. Поэтому важно проявляться активно, но с умом. Не вот эта вот история, махать продуктом или все время звать в компанию бесконечно, а быть с точки зрения человека интересным, интересной личностью, жизнью интересной жить. Потому что, когда люди приходят к скучному человеку, ну, какая жизнь их там ждет? Ну, очень скучная. А когда они приходят к человеку, у которого высокий уровень энергии, в поле которого хочется находиться, иногда даже, понимаете, человек же выбирает, даже не потому что он там для себя точно решил, все, буду бизнесом заниматься, а потому что ему так кайфово с этим человеком, что он хочет просто с ним без разницы хоть где идти. Вот хоть чем заниматься, главное, чтобы с этим человеком рядом. И когда вы таким человеком становитесь, тогда у вас вот там выстраивается очередь из тех, кто хочет с вами работать. И очень важно доносить основную цену, понимать точнее вот эту ценность и доносить ее. Вот вы сейчас много что писали, и здесь вот это вот поле ценности, оно может быть очень большое. И вот я написала там кое-что из своего, то есть первое для меня это была свобода, это была самая главная ценность. То есть для меня работать с, неважно, с 10 до 7, это очень неприятная история. Я могу это делать, у меня был в свое время офис, я это делала, естественно, но я понимаю, что это точно не вообще моя мечта. И для меня свобода это самое главное, чтобы я могла с любой точки мира работать, заниматься, чем я хочу, внутри делать все, что я хочу. Я могу любым способом обучать свою команду, я могу любые принципы выстраивать внутри. Я в свое время начала, сейчас активно это делаю, у меня внутри сетевого бизнеса выстроена такая структура, которая работает в обычных лейных бизнесах. Это сотрудники, которые зарплату получают, менеджеры по управлению сети, управляющие сетью. Это не партнеры, это люди, которые за зарплату работают. Это совсем другая история. Это те, кто могут управлять и работать сетью. И это очень круто, когда я могу сделать так, чтобы могло все работать без меня. Это как раз про то самое делегиение, которое я очень люблю в жизни. И вот в этом случае я понимаю, что я действительно могу управлять бизнесом, а не бизнес будет мной управлять. Мною бизнес вообще не управляет. Нет такого, что если я чем-то не хочу заниматься, я буду этим заниматься. Да нет, все, кончилось то время давным-давно уже. Были какие-то моменты, знаете, в начале, когда у тебя еще навыков нет, опыта нет, компетенции нет, и надо, например, звонить по телефону. И я прям терпеть не могла эту историю. Прям для меня это было примерно на уровне, чуть послабо же, конечно, выхода на улицу и холодных контактов. Ну, примерно там же. Но когда я научилась это делать, я смогла научить других людей. И другие люди это прекрасно делают. Могу я сейчас взять по телефону и позвонить? Да легко вообще. Для меня это не будет каким-то страхом. Но это не приоритетная моя история. Я не буду этим заниматься. У меня есть возможность делегировать это. Поэтому вот все, что мы можем, чему мы можем научиться и передать другому, это очень круто, потому что мы тогда прокачиваем себя и, соответственно, даем то, что мы не хотим делать, и оставляем то, чем хотим заниматься. Семья. У нас семейный бизнес. Мы с мужем вместе. В бизнесе у нас несколько направлений бизнеса, ну, как бы разных бизнесов. И это тоже для меня очень важно. У меня в бизнесе мама, у меня в бизнесе сестра в свое время была. Мне сразу, ну, как бы с самого старта, когда мне еще 20 лет было, помогали родители очень так серьезно, в том плане, что они не то, что прям сильно бизнес строили, они просто мне сказали, вот тебе, пожалуйста, комната, ну, типа, можешь здесь проводить обучение, все что угодно делать. Я как вспомню, так мне всегда это улыбает. И это очень круто, когда семья поддерживает. Это развитие, которое для меня является очень важным, потому что я развиваюсь все 20 лет. И у меня там нон-стопом идут обучения, по 2-3 обучения на регулярной основе. Сейчас там я вот, например, на годовом обучении на психолога учусь, или на годовом обучении в продюсерском центре, по наставничеству. Ну, то есть у меня разные абсолютно есть направления, которые постоянно идут в развитие. И я могу это все делать в бизнесе в том числе. Здоровье, окружение, финансовая свобода, вот все, что для вас важно, это вы все для себя фиксируете и на этом всем строите контент. И тогда к вам придут ровно те, кому важно то же самое. У меня, например, был случай, я вообще не пью алкоголь, и для меня это такая табу тема, и у нас в компании, в принципе, все мероприятия без алкоголя. И для меня это просто вообще кайф невероятный. И когда я об этом, ну, где-то там вскользь упоминала, ко мне реально приходили люди, для которых это сильно важно. Вот для которых так же важно, как для меня. И для них вот это все остальное, ну, как бы так, а то, что нет алкоголя, это вот прям огонь. Поэтому, понимаете, вот есть разные варианты, на которые можно обращать внимание. И следующий момент при продажах важен, кто ваша аудитория, кому вы продаете. То есть вот вы должны ее представлять, вы должны понимать, кто это. Она должна быть у вас описана. И очень важно, пропишите, кого вы хотите видеть в команде. Это относится к проекту развития сети, который вы в подарок получите. Это относится к образу лидера в команде, который вы хотите видеть. И только тогда, когда вы это четко понимаете, к вам приходят такие люди. Если вы думаете, ну, как бы мне пойдут все, вообще не важно, буду со всеми работать. На мой взгляд, это самая большая ошибка и самое большое заблуждение. Потому что, как бы, ко всем, когда люди приходят вот все подряд, а вы потом начинаете через себя где-то переступать и думать, о боже, с этой что-то как-то так не очень хочется. А вот это вот как-то ведется, а это надо еще 500 раз тысяч обучить, она там на кнопки нажимать не умеет. Люди разные, реально. И когда вы для себя выбираете, с кем вы хотите работать, вам намного проще двигаться. И часто я слышу очень запрос по поводу того, что люди хотят делегировать продажи. Ну, типа, вот мне бы взять кого-нибудь, СММщика, маркетолога, ну, какого-нибудь там парня, девчонку, которые будут за меня вести мои соцсети и там все продавать. Но я могу вас сильно расстроить. Потому что, кого бы я ни брала, сказать, что прям кто-то сильно болеет за ваш бизнес больше, чем вы, не сказать. Поэтому, да, команда нужна, да, специалисты нужны, но совсем делегировать продажи довольно сложно. Потому что, вот то, что я показывала вам в сторис, ни один СММщик не придумал бы так, как придумала я. Ни один. Он написал бы как-то своими словами. Он, может быть, там, считал бы с вашего поля. Не знаю, может быть, вы ему наговорили, он бы что-то выложил. Но в любом случае продажи на 100% вы не можете делегировать. Да, вы можете им управлять, однозначно. Вы можете научить менеджеров делать какие-то вещи. Это точно. Но нужно всегда держать руку на пульсе. Всегда. Вот я, например, даже у меня сейчас есть в продюсерском центре сформированный отдел продаж. И у меня там работает руководитель отдела продаж, там менеджеры и так далее. Ну, те, кто работают с клиентами непосредственно. Но для того, чтобы понимать запросы клиентов, я периодически беру трубку и разговариваю с клиентами. После того, как произошла всем известная история 24-го числа, у нас был продающий вебинар. И, естественно, люди оказались в таком шоке от того, что случилось. Многие замерли и перестали вообще оплачивать. Я сама брала трубку и разговаривала с людьми. И спрашивала, подскажите, чем мы можем вам помочь? То есть, вот вам было интересно, сейчас я вижу, что вы там не идете. Почему? И мне люди объясняют, почему. И я понимаю запросы людей. И только так можно понимать и быть с аудиторией на одной волне. А когда между вами находится какой-то специалист, это, конечно, возможно. Так тоже возможно. Но, как правило, это очень дорого стоит. Эта история точно не про 15-20 тысяч рублей, когда вы нанимаете специалиста, который будет вам вести соцсети. Он может вам дисциплинировать вас, чтобы вовремя там все выкладывалось, на комментарии отвечали, там, директ у вас был, ну, или какие-то там в мессенджерах все было окей. Но на 100% делегировать продажи невозможно. Поэтому у кого такая история есть, лучше об этом не думать. Так, у нас не так много времени осталось, поэтому я здесь не буду долго останавливаться. Триггеры продаж, это прям отдельно, я разбираю очень подробно. У меня есть воркшоп по продажам, и я проводила его буквально несколько месяцев назад. Он собрал огромное количество положительных отзывов. Это было два дня. У нас было порядка там четырех часов контента, игра по продажам. И я там прям погружалась в триггеры продаж, объясняла. Ну, буквально, коротко скажу про них. То есть триггеры продаж, это то, что цепляет людей. Почему люди покупают? И когда вы грамотно их в продажах используете, тогда люди у вас начинают, соответственно, покупать активнее, быстрее, больше, лучше, ну, и т.д. и т.п. И вот здесь я выписала только пять их. На самом деле их там огромное количество, их около ста, или, по-моему, даже больше ста. Не вижу смысла, на самом деле, всех использовать от и до. Но есть то, что действительно работает в любом бизнесе, неважно, сетевой, традиционный, без разницы вообще. Это триггер ограничения, когда есть по срокам. Ограничения, например, там зайти к вам в команду, ограничения купить какой-то продукт, ограничения пройти обучение. Как только убирается ограничение, люди думают, завтра посмотрю, послезавтра вернусь, ну, и так далее. Вы, думаю, сами понимаете. Повышение цены, да, когда вы в какой-то момент цену повышаете на что-то. Стадный инстинкт, это когда, ну, вот ты идешь, например, стоит очередь куда-то большая, ты думаешь, что там за очередь, что там так интересно и интересно. Тебе хочется в эту очередь пристроиться и что-нибудь купить сразу же, да? Поэтому старный инстинкт это то, что всегда работает. И когда вы это демонстрируете, а этот купил, а у меня вот этот купил, а вот этот купил, то людям тоже хочется покупать. Далее, взаимная благодарность. Эта вот история очень круто работает с подарками, когда ты человеку даришь подарок, и он, соответственно, после того, как ты подарил, ему хочется тебе вернуть что-то. Поэтому вот эта вот история там с рабочими инструментами типа чек-листов, каких-то там книг подарочных, каких-то гайдов, это вот все очень рабочая структура. То есть взаимная благодарность этого срабатывает у человека круто. И социальное доказательство – это когда вы показываете, что это реально работает. Реально работает продукт, реально работает бизнес. Вот у меня там партнеры зарабатывают, вот там, не знаю, там отстирывает, вот там до-после похудела, вот там что-то лечила. Ну, в общем, то, что визуально можно показать, это тоже очень классно работает. Поэтому, когда мы продаем через триггеры, тогда и встраиваем их в продаж, тогда мы очень быстро людей вовлекаем в эту игру, потому что продажа – это 100% игра, и помогаем им принять решение. А людям очень часто нужно помочь принять решение. И, естественно, очень классно продают через результаты. Когда у нас есть какие-то кейсы, да, то есть они у нас могут быть упакованы, это могут быть кейсы по результатам ваших партнеров в команде, это могут быть какие-то кейсы прямо тоже готовые, продуктовые, когда они прямо оформлены на отдельном сайте, в отдельном чате, там, в отдельной группе, ну, где угодно, где можно с этим познакомиться. Потому что тогда люди продают сами себе. То есть они читают, такие смотрят, о, такая же, как я, там, или такой же, как я, такая же проблема, как у меня. у нее получилось, она решила, значит, у меня тоже может получиться. И будут покупать у тех, кто понимает потребности аудитории, кто слышит, что нужно его целевой аудитории. Поэтому, когда вы глубоко понимаете свою аудиторию, тогда проблем продавать у вас, в принципе, нет. И это история про то, когда вы продаете все всем, вы не продаете ничего никому, ну, глобально. Конечно, вы можете какие-то мелочи продавать, но вот так, чтобы какая-то у вас была масштабная история, скорее всего, она будет у вас такая, стихийная довольно-таки. Поэтому выбирайте ту аудиторию, с которой вы хотите работать, она может быть не одна, и под нее выстраивайте все каналы продаж. Еще очень крутая история есть, которую тоже я подробно разбираю на воркшопе, это оцифровка своих навыков. Зачем это нужно вообще? Потому что есть такое колесо определенное, колесо навыков продавца. Я прям подробно рассказываю про каждый навык, и когда вы понимаете, что вам нужно подтянуть, то есть вот я когда тренинги провожу, у меня прям по этому колесу все проходят, составят там цифру, и такое получается колесо, не очень ровное, как правило. И вот в этот момент понятно, что нужно подтянуть, то есть что нужно, на что обратить внимание, где тот самый фокус, что поможет вам максимально быть крутым продавцом, подтянуть те навыки, которые провисают, ну и, соответственно, сделать так, чтобы ваши продажи выходили на новый уровень. И продажи – это всегда история, ну у меня, сродни спорта. То есть когда ты перестаешь продавать, у тебя теряется форма. Когда ты перестаешь говорить по-английски, если ты говорил, например, и там обучался, ты в какой-то момент теряешь навык. Когда ты перестаешь тренироваться в зале там или где-то на тренировках, у тебя тело теряет форму. Когда ты перестаешь продавать, у тебя, соответственно, теряется, Ну, он не совсем, конечно, теряется. Невозможно потерять навык вождения автомобиля или там, когда вы умели кататься на велосипеде. Но нужно будет потом все равно каким-то образом балансировать сначала для того, чтобы войти снова к колею. Поэтому я продаю всегда, везде, все. Онлайн, оффлайн, по телефону, лично, что угодно вообще реально. Я продаю то, что мне нравится. Я могу продать услуги любого человека, с которым я контактировала. Я могу продать бизнес, продукт, там, не знаю, свои услуги. Да все, что угодно. Потому что для меня это игра. Для меня продажи – это не про что-то очень сложное. Такое, знаете, нужно к нему подготовиться, сделать так, чтобы еще прям вот все правильно по скрипту сказать. Для меня продажи – это всегда из разряда услышала, что человеку нужно, чем я могу ему помочь, рассказала с горящими глазами, что человек купил. И для того, чтобы ваши продажи были максимально активно проявлены, я вам предлагаю сделать такое упражнение, можно не сейчас, дома. Составьте список площадок и мероприятий, где вы будете активно проявляться. Это может быть онлайн, это может быть оффлайн. Но подумайте то, где вы можете быть активными, где могут вас увидеть разные люди, разное количество людей. И вот тогда у вас постепенно будет формироваться вот этот вот внутренний стержень, внутренняя уверенность в том, что вы можете говорить, выступать, если это оффлайн. Если это онлайн, ну, как бы такая же история, вести там эфир прямой, ВКонтакте, ну, сейчас уже в Инстаграме не так активно, в Телеграме, например, да, записывать ролики, например. И это все про ваше проявление в этом мире. И чем активнее вы будете проявляться, тем быстрее у вас будет идти, вы знаете, как вот камень в воду бросаешь, такие идут круги по воде. Вот чем больше проявления, тем больше кругов по воде, тем больше возможностей у вас появляется, и тем больше людей в ваше поле заходит. Буквально пару слов скажу еще про воркшоп, чтобы вы понимали, что это в записи, то, что я проводила, но это очень крутой структурный инструмент. Если вот вы сейчас заметили, как я говорю, у меня всегда все очень четко. Я не люблю много воды там вокруг да около ходить, у меня всегда довольно структурно все, поэтому вы поработаете самостоятельно, и плюс еще круто увидите, как можно проводить игру по продажам. И вы сможете эту игру в своих командах просто перенять и использовать, потому что продавать нужно учить однозначно. Люди не все родились тем, что они умеют круто продавать. И чем активнее вы будете это делать, тем, соответственно, активнее будет развиваться ваши структуры. И в качестве бонуса получите возражение, ой, бонус, как работать с возражениями в сетевом. Что будет в программе? Очень коротко. Как выстраивать отношения в этапе? Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно и видно. Так, все, видно и слышно, благодарю. Друзья, сегодня на самом деле такая тема у меня неординарная, как предприниматель сетевой индустрии. Вот уже занимаюсь 7 лет, и действительно в компании «Хэппинесс» это первая моя компания, и я пришла с госструктур. Сегодня хочу с вами поделиться опытом, именно наработками. Почему? Потому что платформа сетевой индустрии настолько выросла, что на сегодняшний день она уже настолько уникальна и изменила свою платформу, да? То есть мы сейчас выращиваем лидеров. Не занимаемся теми простыми продажами, да, а именно выращиваем лидеров. Почему такая не видно? Слышно хорошо? Не видно. Сейчас, минуточку. У меня все отлично. Так, и видно, и слышно. Смотрите, друзья, у кого-то и видно, и слышно, у кого-то не видно. Да, перезайдите, друзья, перезайдите. Вот, видно и слышно говорят, да? Значит, смотрите, на платформе сетевой индустрии всегда мы выращиваем лидеров, да? И на сегодняшний день я хочу с вами поделиться именно необычной такой темой, потому что мы все приходим, начинаем обучаться, начинаем предлагать продукцию какую-то, да, свой продукт, свой инструмент для того, чтобы расти. Но пройдя через свой опыт, через свои навыки, именно в течение семи лет, я поняла, что где-то что-то не работает, либо что-то устарело. И действительно сейчас нужно смотреть на эти вещи, что выиграв внизу, мы можем выиграть наверху, да? Работает человеческий фактор. И если посмотреть на все события, на все ситуации, на именно новый век сегодняшней нашей жизни, 2022 год, он говорит о том, что люди пришли от действия к психологии, к дипломатии, к человеческому фактору, к отношениям, да? И сейчас работают очень хорошо межличностные отношения. Когда к нам в компанию приходит человек, мы, соответственно, ему что-то предлагали, либо продукт, да, либо какой-то инструмент, либо какую-то услугу, маркетинг-план, да, и бизнес-возможности. Человек загорается, и у него всегда внешняя мотивация. Он хочет, мы сразу ему по ступени говорили, что нужна мечта, нужна цель, нужен коллаж, да, альбом мечты, нужна формула успеха, поставить цель, потом планируем результат, действие и так далее, и так далее, анализ. И человек начинает все это выполнять, список, работа с возражениями, работа с приглашениями, значит, составляет список, да, эту таблицу, звонки делает, сидит со спонсором. Но на сегодняшний момент люди перегорают. Они уходят из компании, потому что, так и не поняв, что же он может взять именно с этой компанией, либо с этой индустрией. Да, я вижу, отлично все пишите, так, ближе к экрану, вас лучше слышно. Хорошо, поближе к экрану. Теперь, понимаете, сейчас, если были эти инструменты, раньше они классные были, они и есть, мы этим занимаемся, мы это используем в нашей работе, да, но если у человека нет понимания в том, что он сам хочет, и правильного намерения, то ему будет тяжело двигаться. Он будет либо на мотивации, она будет временна у него, либо он просто будет делать, у него будут не получаться и приговорят к разрушению. Скажут, это не мое, у меня не получается, да, сейчас нельзя уже работать по-старому, сейчас вопрос стоит об эффективности. То есть, если раньше вопрос стоял об эффективности, сейчас этот вопрос не стоит. Это уже надобность. То есть, нужно человеке раскрыть его потенциал. Когда приходит какой-то человек, мы уже выявляем его потребность, и именно через коммуникации, здоровые коммуникации, через общение мы выявляем его боль. Почему стань сам себе светочем и причина успеха многих-многих других людей. Когда сам человек приходит, если у него четкие намерения, если у него есть действительно в голове заложено то, в чему он будет двигаться, та боль, что его будет двигать, да, он будет идти прямо по этой тропинке семимильными шагами, но он дойдет до этой цели. Если у него нет намерения, и он пришел на ура-ура, на голый энзиазм, либо на мотивацию, та, которая перегорает внешне, мы ходим на тренинги, да, и там выступают очень мощные спикеры, очень мощные бизнес-тренеры, но человек, когда услышит, он говорит, да, мне это нравится, мне это нужно. Неделя прошла, месяц прошло, и человек уже остывает. Почему я хочу сказать, что нужно на данность человека посмотреть? То есть у нас у всех заложена данность. И когда вы будете общаться с человеком, разговаривать, через вот эту коммуникацию здоровую, через общение, выявляя его потребность и боль, вы поймете, что ему нужно. И именно дадите из своей индустрии то, что необходимо человеку. Я как раз-таки отправила чек-лист, получите все те, кто участвует, да, и там вот эти вот данности человека, которые уже заложены в нем именно при рождении. Так как психолог и цифролог, и все это связала я с сетевой индустрией, это очень классно работает. Смотрите, если к вам приходит человек, он вас слышит и говорит, вау, классно, мне это нравится, мне это нужно. Продукт, возможно, у него какие-то, может быть, заболевания, и у вас продукт там БАДы. Либо у него развитие в какой-то другой индустрии, и инструмент Телеграм, Ватсап, да, или еще Инстаграм ему тоже необходимы для развития своего бизнеса. Либо приходит бизнесмен-предприниматель традиционного бизнеса, неважно, кому что нужно. Он берет именно те фишки, те моменты, которые ему необходимы. Но приходит другой человек, и ему неинтересно. И вы думаете, почему один меня слышит, другой меня не слышит? Почему один лидер растет в компании, а другой не растет? И вот когда вы поймете, что люди все разные абсолютно, и всем нужны разные потребности, по потребностям, у каждого своя боль и ситуация, это я говорю, как посадить Титаник, если вы смотрели фильм Титаник, показать человеку шик, блеск, красоту, когда он видит все это, вот это у него возникает вау, он это хочет, он жаждет, он хочет жить, как хорошие, счастливые, богатые в изобилии люди. Но тут, увы и ах, Титаник тонет, и он оказывается в море холодного океана, то есть океана, да, холодной воды. И получается, у него все теряется, он уже ничего не хочет, ни шика, ни блеска, ни красоты, ни денег, ни миллионов, ничего. Он хочет, единственное, это спастись. Вот здесь и возникает вопрос, в чем потребность человека? Стать причиной человека, стать причиной успеха другого человека, нужно выявить его потребность. Приходит к вам человек, и вы с ним начинаете общаться. Если он, допустим, я вот этот чик-лист вам дала, и вы увидите, если он рожденный, допустим, первого числа, или десятого, или девятнадцатого, двадцать восьмого, он никак не может себя проявлять, как, допустим, рожденный пятого числа, четырнадцатого, или двадцать третьего. Вы, когда вы это приплюсуете и именно к своему бизнесу, да, вот эти все данности человека, вы поймете. Допустим, этот человек хочет лидерства, он хочет выступать, у него ораторское искусство есть, да, а у кого-то он хочет путешествия, то нужно ему предлагать путешествия. Кто-то хочет комфорт, ему комфорт. Кому-то нужны деньги, ему деньги. Кому-то, извините, лепни на что купить, или кредиты, да, тогда ему нужна финансовая возможность. Вот. И к этому мы идем. Но мы привыкли, когда приходит новичок и говорим, вот ты должен список составить, вот ты должен мечту, калаш мечты, да, вот ты должен там, значит, цель поставить и идти к этому. Он начинает работать над собой и есть маленькое я и большое я. Он не видит мечту, он видит маленькое свое я. То есть по инструкции. Человек привык работать по инструкции, жить по инструкции, убеждений и морали от социума. То есть, когда мы рождены, у нас прошли детские сады, школы, университеты, институты, работа, коллеги, семья, бытовая жизнь. И тогда, когда человек начинает писать просто про свою мечту, то, о чем мы говорим, сетевой индустрии, у него не так это щелкает, как было в детстве. Бытовуха просто его сожрала. И он по этой системе, по этой инструкции делает, как робот. и не достигает вот этой цели. Вы меня понимаете, друзья? Поставьте плюсики, кто меня понимает. Хочу увидеть. Было у вас такое, что вы приходите, да, было у вас такое. Вам сказали, составьте список, да, составьте калаш мечты, альбом мечты, напишите свою мечту, поставьте цель, что вы хотите, чего вы хотите, за какой период, за какой срок. И да, вот я вижу много плюсиков, у вас у всех так было. И человек не доходит до своей цели, мечты не осуществляется, и он перегорает. Он ходит на все возможные тренинги, на Туни Робинс, на Роберта Киосаки, да, на Довлатова, Ник Вучича, Кинтасевича. Очень много классных тренингов, и у нас сегодня классные-классные спикеры выступили, да, перед вами. Но вы не можете быть такими, как мы, либо те спикеры, которые выступают на сцене, или вот на, против вашего экрана. Невозможно, потому что у вас другая данность. Тогда, когда вы будете разговаривать с самим собой, когда вы просто возьмете чистый лист бумаги и поговорите по душам, отзеркаливание, вовнутрь, вбернутый телевизор, поставьте все плюсы и минусы. Что у вас есть, чего у вас нет, какая у вас данность, что вы хотели в детстве, в юности, и чего вы хотите сейчас, почему у вас не исполнилось. Только тогда, когда у вас будет разговор по душам с самим собой, тогда вы поймете, чего вы хотите. И тогда, когда вы сами станете лидером, то есть это через самообразование, через обучение, а не так, что вы пришли и сразу начинаете впихивать и впаривать то, что не нужно людям. И люди уже боятся. Они боятся, что им что-то продадут, залезут в их карман. Сейчас век психологии, 2000-2000 год. Если раньше, 1900-е годы, это люди действия, они действовали, они работали, была система. То есть я захотел, я пошел трудиться. И все люди трудились, были заводы, фабрики, предприятия, да, и только-только тогда закручивалась сетевая индустрия. Баленький процент, 10% всего, было всего мира, которые поняли эту систему. Но сейчас 100% можно сказать, что только в сети есть деньги. Только тогда, когда ты осуществляешь не чужие мечты, а свои. Только тогда, когда ты познакомишься с самим собой и поймешь, для чего ты живешь и что тебе нужно, в чем ценность твоя. А ценность это в личном бренде, то есть ты. И даже если есть много компаний, не компания выращивает лидера, не продукт, не инструмент, не услуги, не бизнес, маркетинг-план, а именно ты сам, самый главный инструмент, это человек, который пришел и начинает двигать себя и двигать свою команду. Но двигать команду может только тот человек, который сам счастлив, который прошел через этот опыт и у него есть практика. Многие люди говорят, мы не умеем выступать, у нас нет ораторского искусства, у нас страх, у нас боязнь, мы настолько не уверены. И если мы, значит, к нам приходят люди и скажут, а вдруг ты некомпетентен в этом вопросе? И мы начинаем бегать и метаться. Кому, к какому спонсору бежать, к какому наставнику бежать, да я лучше не скажу, да я лучше трубку положу, да? У многих были такие ситуации. Скажите, друзья, когда вы пришли в сетевую индустрию, сразу возникает страх. Я не смогу так выступить, я не смогу так рассказать, я еще не досконально, не перфекционно выучил инструмент, услуги, либо продукт. Я еще не могу рассказать маркетинг-план для того, чтобы привлечь человека. А дело не в этом, дело совсем не в этом, а дело в вас, вас самих, друзья. Почему? Потому что, да, вот было, вижу, да? Потому что, когда вы сами будете на энергии работать, когда вы сами вырастите, вы будете лидером, сам себе светоч. Стань сам себе светоч. Почему такая тема? Как только вы будете освещать себе дорогу, тогда освещается дорога идущего. Вы будете идти вперед, только тогда человек любой за вами пойдет. Из одного идет конверсия, из двоих 4, из 4, 8 и так далее. 8, 16, 32, 64 и прошел вот этот геометрический прогресс. Теперь смотрите, как получить чек-лист. Да, вы получите его в конце, вы увидите. Откуда брать энергию? Вот, друзья, классный вопрос. Откуда брать энергию? Я сегодня с вами буду разговаривать, ну, кухонным языком, да, потому что очень многие устали от того, что, допустим, термины не знают, либо он говорит, боится, что у меня нет высшего образования, я некомпетентен в этом вопросе, я не смогу так выступать, у меня нет еще таких навыков и так далее. Если, дядь, пухонным языком откуда брать энергию от себя, как только ты сам себе заложишь вот это убеждение именно через свое подсознание, не то, что это нельзя, туда нельзя, это не говори, туда не ходи, так не поступай, да, нас заложил это социум, понимаете? Иди работай, лучше нести дворы, но получать зарплату один раз в месяц и стабильно, нежели чем бояться, что ты этого не сделаешь и у тебя этого не будет. Да, было так, да? Вот, очень хочу вести за собой и буду учиться. Конечно, но когда вы будете на энергии, когда у вас будут высокие частоты, вибрации, когда вы сами будете в позитиве и положительных эмоциях, только тогда у вас будет возрастать энергия и люди придут на энергию. Когда я тоже думала, ну почему я так не выступаю, ну почему у меня не получается, почему на моих глазах вот мои объявления, скомкают и бросают, почему не приходят и ложат трубку, почему говорят, это сетевой, все, я не приду, да? Либо послушают, покивают головой и говорят, ну да, продукт хороший, но он дорогой, либо нам это не нужно, большие слишком деньги, то есть это страх, это много-много вот этих возражений. Но когда человек, если вы сами, сам себе инструмент, первый инструмент, это главное вы, как только вы начинаете работать над собой, а это убирать свои страхи, быть уверенным, корень вера, а вера в себя, если будет вера в себя, тогда будет вера в компанию, будет вера в основатели компании, саму систему, в этот маркетинг план, продукт, да? Вот. И в обучение, тогда вы будете идти вперед, потому что вера, она, ваша вера, хватит на всех. Если у вас нет самой веры, вы не можете ее передать, вот что означает энергия. И получается, если вы сами будете, извините, больной, кривой, косой, хромой, там, неуспешный, или вы будете постоянно читать, собирать все эти знания, учиться у всех спикеров, у тренеров, да? Ходить на тренинги, собирать и складывать на полочку эти знания – ничто. То есть это будет просто знание, это просто будет информация. Информация поверхностная, поверхностная мотивация, внешняя мотивация, и она сгорает, и вы перегораете, и вы говорите, «Я пойду на работу, это не мое, у меня не получается, я лучше получу ежемесячный доход». Да? Теперь смотрите, я вам коротко просто скажу, но чек-лист возьмете. Если к вам приходит человек, рожденный 1, 10, 19, 28, сразу с ним разговаривайте о лидерстве. Это хорошие лидеры, это хорошие руководители. Значит, у них есть стратегия, у них есть план, и вы с ними, когда начинаете общаться, вы говорите, вы можете за собой провести команду, как вот, значит, вагоны, да? Вы локомотив, поезд спереди, за вами будут вагоны. Вы можете стать причиной успеха многих-многих людей. Если к вам приходят люди, которые рождены, допустим, 2, 11 или 20, 29, это люди, хорошие исполнители. Это дипломаты через отношения. Для них важны отношения не деньги, не продукт. Им нужно внимание. Представляете? Вот, 28 числа, да, 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 все вы пишете, наверное, вы меня уже слышали. Ваша задача – это лидерство. И в компании нужно предлагать им лидерство. Если двоечки, значит, мы все родились, и поэтому у каждого есть цифра, каждый рожденный. От этого не уйти, это уже тысячи лет до нашей эры была, значит, и теория, и восточная философия жизни, да, вы, когда это все вместе приблизите со своим бизнесом, у вас получится. Хорошие исполнители, дальше, они могут дипломатично искать подход, да, если к вашим, к вашей двери, допустим, в сетевую индустрию пришел человек, который родился 3-го, 12-го, 21-го или 30-го, имейте в виду, что эти люди, гуру знаний, они будут говорить, я знаю, вы все, что вы не предлагали, они будут говорить, я уже знаю, я это прошел, сетевую индустрию, я много компаний прошел, я все это учил, я все это писал, я ездил на семинары, на тренинги, на мероприятия, но у меня ничего не получается. знайте, что такой человек, он хочет быть наставником, вы просто научите его быть наставником, да, хорошим, а вот кто-то уже сбросил, да, вот, дальше, люди, которые родились 4-го, 13-го, до 2-го, 31-го, это хорошие, креативные люди, то есть они летают в космосе, и вот этот калаш мечты, как раз для них, вы если выпустите их на сцену, они будут говорить про альбом мечты, так сладко, что люди будут слышать и будут вспоминать свою мечту, ту, которая осталась где-то, где-то у них в детстве, понимаете, он когда раскапывает, и у него вверх поднимается вот эта эмоция, он говорит, я же это хотел, а мне сейчас 50 лет, все-таки я могу не десятками, не 30 лет квартиру зарабатывать, а сейчас, что нужно сделать, нужно разбудить эту эмоцию, да, вот, кто родился, допустим, 5-го, 23-го или 14-го, они, у них высокая коммуникация, это бизнес-лидеры, это у них бизнесовая жилка, им нужна свобода, и эти люди будут идти вперед, добиваться успеха, да, кто родился 6-го, 15-го, 24-го, имейте в виду, когда к вам приходят люди, и вы им говорите, вот у нас классный маркетинг-план, вот у нас хороший продукт, или еще что-то, им не нужно ничего, им необходим комфорт, когда вы им предложите комфорт, что в вашей компании можно через путешествия, через путевки, через какой-то комфорт, да, пойти там в ресторан, или на круиз куда-то поехать, либо есть какие-то промоушены, вот тогда человек будет двигаться, и у него будет цель, то есть потребность у него другая, у кого-то потребность – это деньги, у кого-то это здоровье, у кого-то путешествие, а у кого-то он просто сидит в долговой яме, в кредитах, и не знает, как вылезти из них, да, зачем ему где-то обучаться, когда ему нужно погасить долги. Если человек к вам пришел, который родился 7-го, 16-го или 25-го, это быстрая реализация идей, это люди, которые просто перфекционисты, им нужно все идеально, четко понял, четко усвоил, и пошел дальше двигаться. Если есть у вас автономная работа, это люди, которые, вот я просто вижу, что вы написали, автономная работа, человек, который не ограничен, он сам двигается, это же лидер, руководитель, и будет идти вперед и вести за собой команду. Дальше, если люди к вам пришли, которые родились 8-го, 16-го или 26-го, это трудоголики, они будут работать 24 на 7, то есть 24 часа в сутках, им будете работу давать, вот это нужно сделать, вот это, вот это, тебе нужно привезти 10 человек сегодня, 20 человек завтра, и этот человек будет выполнять это, то есть это трудоголик, у него в голове это уже заложено, то есть труд, он даже может не есть, он может не пить и даже домой не ходить, он будет это выполнять. Если к вам пришли люди, которые родились 9-го, 18-го, 27-го, это воины, победители, и чемпионы, и они действуют, то есть у них нет идеи, это как красивая машина без бензина, если нет бензина, она не поедет, все комплектующие есть, то же самое, человек пришел, ему нужна идея, если вы ему не дали идею, он двигаться не будет. Почему вот люди отличаются по своей потребности, а мы всем толкаем и пихаем одно и то же. Вот у нас такой маркетинг, вот у нас такой продукт, вот у нас такая компания, человек послушал, и у него не получается, потому что ему нужно другое, у него данность другая. Вот этот чек-лист вам поможет выявить потребности человека, его данность, и уже разговаривать на его волне, то есть вы будете говорить, что он хочет, и тогда он услышит вас, то есть не слушать будет, а услышать вас, когда вы самообразованием будете заниматься, сами будете изучать, сами ходить на тренинги, когда вы будете сами светить и давать это огнище другим, только тогда они пойдут. Вы знаете, люди идут на энергию, то есть если это как собака, мы будем вместе идти, будет толпа людей идти, и будет злая собака, она укусит именно того, кто ее боится. Это все работает на энергию, то есть вот так работают наши флюиды. То же самое люди, пять органов чувств есть, и люди тоже идут на энергию. Если человек приглашает бизнес, и он боится, у него нет уверенности, нет знаний, нет навыков и опыта, к нему люди не придут, потому что они ощущают страх. Если ты не уверен, как я за тобой могу пойти? Это уже неосознанно внутри, на внутренней энергии. Поэтому сам себе светоч, вы должны просто зажечься сами, внутренняя мотивация, та, которая будет вас двигать. И если, по примеру, жизненной ситуации, человек говорит, я не буду давать объявления, я не буду говорить, я не буду приглашать, я не буду продавать, либо у меня не получается, возьмите и сделайте себе аскезу. Просто сделайте такую ситуацию жизненную, грубо говоря, любая мать, когда у нее ребенок хочет есть, и он голодный, она просто готова на все. Она пойдет даже в подземный переход и будет просить подаяния. Согласны, друзья? Поставьте плюсики. Когда говорят, это не мое, я это не могу, я не могу разговаривать с людьми, тем более чужими, предлагать что-то, либо просить, послушать информацию, либо прийти в офис, и у него вот этот страх и неуверенность. Вот, молодцы, плюсики есть. Но вы поставьте жизнью ситуацию, то, что сетевая индустрия, вот этот ваш бизнес, это ваша жизнь, вы в ней живете. Вот это и есть огнище, вот это и есть ваша потребность, вот это и есть ваша цель, которая вас двигает. Толкач вот этот. Когда вы аскезу поставите, когда вы поставите ситуацию, вы утонули на Титанике, вам ничего не нужно, вам нужно только выплыть, выплыть, да, и глоток воздуха. Когда у вас ребенок хочет есть, вы пойдете по Титану Переход, вы будете просить, просить человека, и не будет у вас стыда, у вас не будет заложен стыд мнений окружающих, обо мне вот так скажут, обо мне вот так подумают, не будет, потому что вам это надо, именно вам это нужно. Работа над собой. Сейчас, когда вы это передадите своей команде, своему человеку, вы кропотливо будете работать. То есть подписать легко, друзья, в сетевой индустрии подписать легко, потому что вот этот челчок, вау, он очень работает на внешнюю мотивацию хорошо. Человек думает, почему бы мне не попробовать, начинает, и у него опускаются руки, да, но нужно этого человека довести, то есть каким образом? С ним сесть, это как ваш ребенок, довести до совершеннолетия, пока он не получит первые чеки, пока у него не получится, пока сам не начнет выступать на сцене, либо передавать информацию, пока он не изучит весь инструмент, услуги, продукт, либо маркетинг-план. Вот вы как будете, как мама, понимаете? То есть мама, ребенка своего, каким бы он ни был, да, не бросит. Вот так слышно? Микрофон далеко. Все, вроде бы близко. Как мама. Мама никогда не бросит, а у нас и получается зачастую, это я говорю на своем примере, подписала, вау, классно, здорово, следующий, подписала, следующий, подписала, следующий, пока следующего подписываешь, те, которые были подписаны, они уже уходят, поэтому подписать легко на эмоциях, на первых эмоциях, на мотивации, а люди-то не поняли, мы не выявили потребность, не уточнили его боль, чего он хочет на самом деле, и как ему достичь этого успеха, он не сможет быть как вы, мы все разные абсолютно, и вы как мама должны его вести до совершеннолетия, не бросать в детдом, а родились роддомы и ведете домой, пока он сам не пойдет ножками, теперь получается из первого класса, значит, вы не можете перейти в одиннадцатый, вы идете второй класс, третий, четвертый и так далее, то есть идет поэтапно, есть формула успеха, вы все знаете, как сетевики, здесь профессионалы в МЛМ индустрии, что формула успеха, она делится начиная от и до, то есть это мечта, стрелка, цель, стрелочка, план, дальше действие, дальше результат, анализ, и это и есть формула успеха, ежедневно вы должны это делать, контролировать самого себя, если у вас будет дисциплина, если вы сами будете ходить, воду пить, будете читать книги, будете смотреть видео, мотивационные ролики, будете участвовать на мероприятиях, семинарах, тренингах и разных спикеров, вы будете наполняться, чем вы наполнены, то и вы будете передавать, если вы не наполнены, что вы можете дать человеку, свою неуверенность, нужно верой делиться на тысячи, тысячи людей, и не важно, какой у вас продукт, не важно, какой у вас маркетинг-кланк, важно, какая у вас энергия, важно, какая у вас уверенность, важно, какая у вас самодостаточность, самообразованность, важно, какие у вас флюиды, Понимаете? Вот это. И тогда, когда вы будете сам себе, Светоч, ни от кого не зависеть, ни от мнения окружающих, ни от мнения того, что вы боитесь, что не будете на статусе лидера. Кстати, по статусу, да, мы все стремимся быть какими-то орлами, одеть красный пиджак, либо какими-то шмелями. У всех разные статусы, да. То есть, грубо говоря, идти по уровням вверх. Но когда мы двигаемся вверх и выходим на сцену, добившись успеха один, а команды нет, вот это как дырявая лодка. То есть я плыву сам в этой лодке и черпаю, чтобы не утонуть, и выплываю на берег один. Понимаете? В любом случае, ситуацию в любой, ветер настиг, либо лодка наполнилась водой, и ты тонешь. А быстро и классно это делать с командой. Тогда, когда ты спускаешься вниз и становишься причиной успеха другого человека, не сам достигаешь успеха. А причиной успеха нижних людей, они автоматически тебя выталкивают. И это не дырявая лодка, которую ты черпаешь и не знаешь, как выплыть самому, и вечно идешь вперед и рожаешь, рожаешь, рожаешь и бросаешь их всех в детдом, да. А тогда, когда ты плывешь на большом теплоходе, корабле и под парусами, и ветер просто выталкивает тебя благодаря команде. И когда ты выходишь на сцену, вся команда тоже выходит вместе с вами. Вы выполняете промоушены, ездите, отдыхаете и мотивируете. На сегодняшний день пришло время заложить в свое подсознание другую программу. Та программа, которая работала в 1900, она уже и так работает. Тогда она была эффективна. Безумие, вы перевернули мое сознание. Да, это так. Я тоже так думала. Я ходила с объявлениями, я вешала их на столбы, да. Я давала объявления рекламы газеты, да, вот раньше было. А где-то вот на радио. А я вручала людям вот эти объявления. Где-то в подземных переходах или в метро. А я звонила, делала звонки, да. И у меня как-то не получалось. Когда я поняла, у меня провалился жетон, что я сама должна стать причиной других людей. Я когда хотела добиться успеха, и чтобы наполнить свой кошелек, чтобы быть самой лидером, и чтобы все это, как говорится, хапнуть, у меня не получалось. У меня люди просто отваливались. Приходили, уходили, приходили, уходили. Отношения вроде бы были хорошими, но они говорили, извини, я не могу быть как ты. Извини, у меня не получается. И тогда я поняла, что дело не в них, а дело во мне. То есть когда ты сам светишь, когда ты загораешься, тогда ты любую свечу можешь дальше продолжить зажечь, да. И научить их точно сам этому же. Возьмите даже одного человека, одного или двух, это минимум, когда вы их научите, и идет геометрическая прогрессия. Два научит еще двоих четыре. Я уже вначале это говорила. Четыре, четыре, это восемь. Потом шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь. И пошло-поехало. А мы цепляемся за поднятие товарооборота. Это продажи, товарооборот, это баллы, да. Но смотрите, вы баллы сделали, другой месяц снова вам нужны баллы. Опять вы делаете, и у вас это есть, а внизу этого нет. Когда вы станете причиной успеха другого человека, вы скажете, ребят, что тебе нужно, что ты хочешь, сколько тебе осталось, давай мы тебе поможем. Командная игра. И когда поднимается этот человек нижний, он всех выталкивает выше, получается. Представляете, вот это до меня дошло. И когда вы выявляете эту боль, когда у человека нет отношений в семье, он не будет думать о деньгах, он хочет выйти замуж, он хочет наладить отношения с мужем, либо с родителями, либо с детьми. Вы просто поговорите, просто поговорите и выявите эту боль. И тогда у него вылезет через это мечта, его мечта, которая давно-давно она, ну, умерла, будем так говорить, да. То есть выиграв внизу, вы выиграете наверху. И всегда маленькое я, она не дает расти большому я. То есть это как мечта, она такая маленькая м. И человек видит к этому маленькому м большие, большие препятствия. Не доходя буквально полмиллиметра до ручки, то есть двери, которые нужно открыть, разворачивается и оставляет бизнес. И он говорит, ладно, я пойду. Но когда вы сделаете линию жизни, просто прочертите линию жизни. Чертить я не буду. Я думаю, что вы все это слышали и видели. Просто сейчас, если я буду проговаривать, вы будете чертить. От нуля и до тогда, когда мы закончим эту жизнь. Единственная гарантия в этой жизни – это то, что мы все умрем 100%. Но у всех разный срок. Кто как проживет, у кого какое качество жизни, кто как изменил благодаря себе. Ноль. Дальше, вы до 20 лет, мы все учимся. Нас никто на работу не берет, у нас нет опыта, навыка. Но мы идем учиться, школа, университеты, дипломы. С дипломами идем на работу. Это наше убеждение. Это та мораль, это тот социум, который заложил наше убеждение в подсознание. С дипломом мы идем на работу. От 20 лет, то есть до 20 у нас времени было много. Мы сидели либо на шее родителей, либо мы подрабатывали и учились. Денег у нас не было. С 20 лет до 60 лет человек идет работать. То есть он работает. Цель какая конечная? Пенсия. Пенсия выходит 8, 15-20 тысяч рублей. Как можно на 20 тысяч рублей прожить? И когда вы чертите вот эту линию жизни, что человек даже не проживает до 100 лет, а сколько он должен жить? Человек. Корень какой? Чело и век. 100 лет. Он не доживает. Потому что он просто работает, работает, работает. До пенсии. Пенсия разочаровывается, на трех работах идет и не понимает, почему так. Мечту закопал, мечта не сбылась. Тогда, когда я поняла, что мои все два высших образования, пять среднеспециальных образований, то, что я продаю, то, что я говорю, что это классный продукт, это работает. На меня это не работало. Тогда, когда я стала продуктом своего продукта, когда я стала применять и выглядеть таким образом, и заложила себе вот сюда подсознание, вот эти все знания, когда переговариваю с человеком, это переговоры, это здорово коммуникация, выявляю, и он меня не слушает, а слышит, вот тогда человек приходит в бизнес. И он растет, погашает свои кредиты, ипотеки, долги, значит, покупает квартиры, машины, путешествует, и тогда он с этой энергией, с этой энергией благостности передает другому энергию, представляете? И дальше идет вот эта конверсия. Но если он сам беден, если он ходит и обучается в то время 5 лет сетевой индустрии, не достигнув успеха, он не может передать другому человеку эту энергию. Мы передаем все, что у нас есть, благостность, всю ту энергию, чем мы наполнены, только это мы можем передать. А если у нас есть боль, если у нас безденежье или болезни, только это мы можем передать. И человек считывает это, просто считывает и не идет, и говорит, когда ты будешь успешный, когда ты будешь здоровый или красивый, когда у тебя это сработает, тогда мы придем. Представляете? Вот это я выявила. Так, у меня не вижу, просто слушаю. Перезайдите, пожалуйста, друзья. Вот, и поэтому на сегодняшний день мы все очень разные. Есть люди, которые не верят в себя реально, но у каждого есть два глаза, два уха, рот, о чем может он говорить. Мы все в бытовуке, что кто-то слетний говорит, кто-то разговаривает по телефону по два часа, кто-то сериалы смотрит, и у них, они проживают чужую жизнь, со слезами на глазах, не прожив свою, понимаете, не поняв себя. И знаете, когда человек рождается, он рождается вот так, вот с кулачками. Он рождается, что он говорит миру, я пришел, я буду чемпионом. И вы все, кто сейчас слушает, да, 5000 участников, именно всех спикеров, вы победители. И вы самые сильные из своего рода. Почему? Потому что вы пришли услышать тех людей, которые изменили качество своей жизни, ушли от каких-то долгов и кредитов, ушли от болезней, идут вперед, да, самодостаточные. Именно сильнейший из своего рода придет и будет сам себе светочем, и будет передавать это из поколения в поколение своему роду. Именно не бедность, болезни там, или какой-то негатив, а именно позитивный, высокий вибрации, изобилие, богатство, успех будет передавать. Друзья, перезайдите, пожалуйста, кто-то пишет хорошо, кто-то плохо слышно, да. Все можно взять из жизни. Вот этот бизнес, сетевая индустрия, это наша жизнь. Вы когда будете просто сравнивать, ставите плюсы и минусы, и будете достигать успеха. Когда вы будете передавать эту энергию человеку, что вы именно, какую пользу вы можете ему дать. Не просто продать, не просто там единоразово взять и все, а именно идти с ним в ногу, да. И вы тогда поймете. Так, видеочат, отлично видно и слышно. Друзья, скажите, пожалуйста, кто уже, допустим, более пяти лет в индустрии и не вышел на ежемесячный доход минимум 5-10 тысяч долларов. Есть такие, которые в сети уже более пяти лет и до дохода не дошли. Я, да. Теперь, да, есть такие, есть такие. Вот теперь вам нужно задать вопрос, в чем затык. Теперь кто написал я и поставили плюсики. Скажите, насколько вы владеете информацией о своей компании. Просто напишите, насколько вы владеете, на 100% или на 30%? Если к вам приходит человек и задает вам вопрос, допустим, когда меня зовут в какую-то компанию, я сразу говорю, я к вам обязательно приду, и мы вместе будем сотрудничать. Но если вы ответите на вопросы, откуда эта компания, какой продукт, есть ли регистрация, есть ли сертификат, значит, эффективный ли он, есть ли польза в нем. Сейчас это актуально в нашем времени, в 2000 году. Когда вы пришли в этот бизнес, да, человек говорит, там, 5, 10, 15 лет. Сколько вы уже получаете? На что вы меня зовете? Какой результат у вас есть? На какой результат вы меня зовете? Можете ли вы стать причиной успеха меня? Я тогда пойду в вашу компанию. Понимаете? И они тогда начинают сомневаться. Мы не можем вам показать кошелек, мы там 10 лет в компании, но мы сейчас растем. Ребят, сколько можно расти? У нас нет столько времени. Нету гарантии, что мы завтра проснемся. Можем мы уснуть и завтра просто не встать. Сейчас очень много событий в мире происходит. Неважно, в каких странах, в очередь, в многих странах. И человек просыпается даже с миллионами, ему эти миллионы не помогут. Если у него там какие-то события в стране, либо у него какая-то болезнь, либо он не достиг какого-то там результата, да, у него нет радости, у него нет счастья. Человек шел к этому без счастья. Он добился, хотел машину, вы поставили калаш, машину, вы ее купили, но нет такой гармонии, счастья, баланса. Купили и купили. Представляете? И жизнь проходит мимо вас. И вот когда рождается вот этот чемпион с кулачками, вы говорите, я родился, я чемпион. Вы из миллиона сперматозоидов, вы победили. И первое, что вы победили, это вы именно жизнь выиграли. Вы сейчас живете, именно из них вы выросли, да, вы развились. На сегодняшний день точно так же вы должны жизни сказать, я чемпион. Но человек, к сожалению, вот так умирает и говорит, что я ничего с собой не взял. Сейчас нужно жить. Ребят, тот век уже не работает на нас. Тогда, когда мы хотели чего-то достичь по годам. Ту линию жизни я вам сказала. Когда вы поменяете вот здесь свое сознание, когда вы будете уверены, когда вы хотите стать причиной успеха другого человека, не себе. То есть самый главный вип-клиент, это у вас дома, это ваши родители, это ваш муж, это ваши дети, это вип-клиенты. Когда вы начнете с них, то есть это отношение, это психология, это дипломатия, это коммуникация. Когда вы начнете в семье, с семьи начинается бизнес. Когда вы успеете и сможете четко продать тот продукт, либо услугу, либо инструмент дома, вот тогда вы можете на внешний рынок выходить. Если у вас это дома не получается, нет отношений, то вы как будете с чужим человеком разговаривать? Знаете, да, времена меняются. И у нас у всех маски и иллюзии. Если мы ходим в дресс-коде, если мы, значит, красиво одеваемся, мы показываем, что мы успешны, но в кармане, извините, дырка, и нет денег, и мы купили на кредит машину, ипотеку, квартиру, то какую энергию можете вынести и передавать другому человеку? Это все считывается. Сейчас век информации, сейчас век вибраций. Вибрации поднялись очень высоко на уровне вот именно космоса. Поэтому вы тоже должны поднимать эту вибрацию и быть на уровне с этим человеком, у которого он неуспешен. А вы, большинство мы, даже я, я говорила, да нет, мне невыгодно с этим человеком, пока я его научу, у меня время пройдет. Возьмитесь за этого человека. Когда вы станете причиной его успеха, тогда он будет благодарен вам. Через благодарность к вам придет энергия. То есть благостность, да? Так, смотрите, друзья, вот вы видите, на 90. Когда на 90? Здорово. Вы узнаете свою компанию на 90. Знаете ли вы свой маркетинг-клант? Знаете ли вы свою продукцию на 100%? Напишите, кто на 100%, кто на 30%, как вы себя оцениваете. Если к вам приходит человек, если вы даже говорите, что вот эти продажи, вы занимаетесь там таргетингом, да, вы занимаетесь там, допустим, либо традиционным бизнесом, либо сетевой индустрией. Неважно, какой продукт, друзья, неважно, 60, 100, да, вот. И когда вам задают каверзные вопросы, вы должны быть влюблены. У вас не должна быть, как бы, как выгода или польза, у вас должна быть страсть. Страсть – это тогда, когда такое чувство у женщины, когда она рожает. Либо тогда, когда первое чувство любви, либо отношений. Если парень с девушкой встречаются, да, допустим, просто жизненная ситуация, и что мы делаем? Мы выглядим хорошо для того, чтобы выйти замуж. Что мы делаем? Продаем. То есть у нас продажи себя на 100%, на 50%. Да, даже если вы знаете маркетинг на 100%, почему люди не идут? Как вы думаете? Когда вы показываете большие деньги, они к этому не готовы. Есть мышление бедного человека и мышление богатого человека. Имейте в виду, да, и что получается? Если двое мужчин одинакового уровня, то есть они мужчины, им по 60 лет, допустим, да, и у этого 5 детей, и у этого 5 детей. Но этот человек успешный, богатый, изобилен и счастливый. А этот человек, то же самое, такого же возраста, с такими же детьми, то есть тоже мужчина, но он неуспешен и беден. И когда интервью берут у этих двух мужчин, вы читали, наверное, да, книги, бедный мужчина задает вопрос, почему вы неуспешны? Он говорит, вы знаете, у меня 5 детей, мне нужно было накормить, напоить, обучить, воспитать. Значит, дети виноваты? Он говорит, нет, я это не сказал. Но просто время прошло мимо меня, и я не понял. У меня мечта была, но я ее не осуществил. И на сегодняшний день я просто сижу и точно так же продолжаю жить, но жизнь уже прошла. Как говорится, скоро уже умирать. То есть это его был ответ. Идут к богатому человеку и говорят, как вы стали успешными, поделитесь успехом. И он говорит, вы что? У меня 5 детей, я их должен был обучать, кормить, воспитывать, дать образование и оставить что-то в наследство. Представляете, все это в голове, да, вы правильно, друзья, говорите. Все зависит от мышления, от вашего сознания, подсознания. Какой у вас внутренний голос, внутренний потенциал, что у вас внутри. Именно внутренняя мотивация. Никакой спонсор, никакой наставник, никакой человек вас не смотивирует, так как вы смотивируете самого себя. Если вы смотивируете самого себя, тогда у вас все получится, все зависит от вас. Поднимать энергию. И тогда, смотрите, если жизненная ситуация, допустим, когда вы идете, вы девушка, по улице, вам понравился парень, да, но у вас там болит нога, вы идете и хромаете, там сумка с овощами. Как только вы видите какого-то человека, который вам интересен, у вас сразу появляется осанка, у вас нога не болит, вы не хромаете. И вам море по колено. Понимаете? Вот это и есть мотивация внутри себя. Тогда, когда вы чего-то хотите, когда вы хотите сильно ребенка, вы будете делать все, вы пойдете на все, чтобы подарить жизнь. Вот точно так же другому человеку вы тоже подарите жизнь, вы подарите информацию как подарок. Не продавайте. Продайте себя. Себя продайте как личность, как личный бренд, как инструмент. Инструмент с улыбкой, широкой улыбкой, с радостью, с счастьем. Подарите ему счастье. То есть будет исходящее, будет входящее. И когда он просто убедит вас, он выпустит как магнит. Не клеш, который цепляется и залазит в карман и продает что-то. А именно магнетизмом. Люди будут магнититься. Вы знаете, в всей сетевой индустрии, что есть пчелы и есть мухи. И именно мухи куда летят? На то дерьмо, где им комфортно. Пчелы там, где им комфортно. И даже если будет вокруг куча мусора, в любом случае пчела, который сам себе светоч, она будет искать и найдет поле цветов. Понимаете? Вот это именно вы. Это те лягушки, которые есть в негативе, в позитиве. Те, которые... Бедное мышление, богатое мышление. Те, которые говорят, я не могу, у меня не получится, я лучше поработаю на какого-то дяденьку и получить деньги. Или те, которые говорят, я это смогу, я это сделаю, я не буду в бедности, год потрачу, за то, что жизнь буду в богатом. Раз в изобилии жить, здоровым, счастливым. То есть сбивать это масло, не тонуть. Понимаете? То есть все зависит от вас. В любой индустрии, где бы вы ни работали, не компания делает человека, а человек делает, взращивает и развивает компанию. Вы можете поднять со своей энергией любую компанию. Тогда, когда вы будете дарить подарок. Не продавать, а дарить. Подарок каким образом? Это как история, это все притчи, это все пословицы. Когда два соседа живут и один завидует, и у него вот это вот эго, у него гордыня, у него негативная энергия. И что он делает? Когда он завидует соседу, и каждое утро он ставит дерьмо ведра перед ведром, ой, перед дверью, извините, и другой сосед с внуком выходит и это ведро выливает на свой сад, моет его и садом, значит, срывает яблони, яблоки и ложит ведро и ставит на порог того соседа ведро яблоки. И внук задает вопрос, дедушка, а почему ты так делаешь? Он всегда тебе ведро дерьма, а ты еще его моешь, еще яблоки ему ложишь и ставишь туда под дверь чистое ведро с яблоками. И дедушка говорит своему внуку, каждый человек делится тем, чем наполнен, тем, что у него есть, то, что внутри у него, вот этим он и делится. Поэтому вы будете делиться именно так, и люди, они воспринимают именно эту энергию, понимаете? То есть подарок, вы как подарок ему подарите, а брать или не брать, он уже сам подумает, и вы скажите, вы не один, я вместе с вами. Вот, у нас, да, время заканчивается. Обязательно посмотрите чек-лист, когда вы увидите всю данность человека, потребности его, вы будете вытаскивать его боль и давать из своего бизнеса именно то, что ему нужно. То есть не впихивать человек, который хочет выступать на сцене, да, ему нужно признание, ему нужно внимание, а вы ему говорите, давай мы здесь заработаем деньги, а у него деньги есть. Все, человек сливается, уходит, потому что ему нужны аплодисменты. Вот этот чек-лист я вам даю, да, можно посмотреть. Когда человек приходит, и ему нужны деньги, а вы ему говорите, вот давай мы вместе статуса добьемся, по лестнице мы будем вверх продвигаться, а ему не нужно. Он хочет быть в стороне, он хочет управлять истинней, он хочет быть просто спокойным и в тишине, но ему нужны деньги. Вот вы будете знать, выявлять вот эту потребность. Друзья, сделайте бизнес сетевой индустрии своей жизнью, своей жизнью. И когда вы будете жить в этой жизни, не маленький я, а большой я, когда не будете точкой в этом мире, что вы будете видеть маленьким себя в большом мире. Вам нужно с этого мира, с этого круга добавить две ножки и просто сделать я огромный, а мир во мне. Вот этот мир передавать другим людям. Неважно в какой стране, в какой деревне, в какой там дыре, говорят, ну да, конечно, вы успешны, а у вас деньги есть каждую неделю вы зарабатываете, у вас квартиры, машины и там путешествия. Всегда нужно одеть те вещи, которые именно одевал успешный человек и пусть пройти, который он прошел. Понимаете, не нужно говорить и смотреть на этого человека своими глазами. Нужно его глазами посмотреть, чего он достиг и что это ему через что он прошел. Понимаете, вот когда вы будете делиться опытом, навыком, будете сам себе светочем, будете личным брендом, товарный вид у вас будет и тогда вы будете продавать себя и человек за вами пойдет в любую компанию. Понимаете, это как 300 спартанцев, неважно, какие тысячи полков на них пошли, они стояли стойко, потому что они были уверены в себе, потому что они были вместе с командой и только лидер, такой лидер, он может вырастить многих-многих лидеров, но когда он сам будет на высоте, когда он будет самообразовываться, когда он будет знать всю информацию и будет через отношения, через здоровую коммуникацию не подавлять человека, не говорить, я лидер, ты меня слушай, я твой наставник, спонсор всегда прав, да, но через отношения. Дайте ему эту любовь, дайте ему этот подарок, скажите, мы вместе с тобой порвем этот бизнес, как Тузик грел, давай мы вместе пойдем, у нас все получится, какая у тебя боль, какие у тебя отношения в семье, давай наладим отношения в семье и вместе мы пойдем уже в бизнесе, чтобы муж тебя не дергал, чтобы дети тебя не дергали, и тогда ты будешь самодостаточный, муж тебя будет уважать и ты принесешь домой деньги, понимаете, то есть нужно начинать себе, моя тема, стань сам себе светочем, вас будет уважать и муж, и родственники, и коллеги, и окружение, и бизнес-партнеры, когда вы будете изливать, излучать этот свет, плюиды, высокие вибрации, когда вы будете на позитиве, без гордыни, без негатива, без зависти, без сплетен, когда вы будете просто вот это все излучать, сам себе светоч, вы можете зажечь все просто и стать причиной многих-многих людей, когда вы будете причиной успеха, они вас автоматически поднимут через благодарность, друзья, сейчас век другой, другие вибрации, поэтому те инструменты, которые в 1900 году работали, они сейчас работают, но через отношения, дипломатию, лояльность и коммуникацию, выявить боль, потребность, поговорить с человеком и подарить ему подарок, а не продать продукт. Друзья, как вам информация, что вы хотели бы еще узнать, у нас вот осталось 10 минут, я просто вам рассказала, что сейчас платформа в другом формате, абсолютно в другом, заложите себе ваше подсознание, другие программы, другие убеждения, другие морали, именно очень-очень классные, те, которые могут помочь человеку. Значит, смотрите, те люди, которые боятся, да, они никогда не будут продвигаться, дайте им уверенность, поделитесь этой, поделитесь этой уверенностью. Кстати, у нас очень хорошая ведущая, Елена, я сегодня услышала ее посыл, ее подачу, ее энергию, наших спикеров, благодаря этим спикерам, именно эта энергия, она качает, и пусть она будет у вас и внешняя, а внутренняя, пусть это будет двигатель и толкать на всю жизнь вашу, и вы будете передавать эту энергию таким людям. Друзья, благодарю, какие у вас вопросики, челюсть у вас будет, обязательно ознакомьтесь. Сауле, спасибо огромное, ребята, вы посмотрите в глаза, но я очень рад, я, знаете, я такой сегодня сижу, Лен, спасибо огромное за теплое представление, благодарю вас, очень приятно, вы великолепная ведущая, я сижу такой, думаю, как мне сегодня повезло, что Сауле так она выступала передо мной, она так хорошо зажгла, и вообще такая конференция потрясающая у нас получается. Друзья, кто доволен тем, что присоединился к NetCon 2022, кому нравится и кто вдохновлен, дайте эмоции в чат, немножко поделитесь, да, Лена делится эмоциями, да, 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 я вижу, чат взрывается, чат взрывается, я не буду конкурировать в Сауле по уровню энергии, потому что она дала именно мощную энергию, и это очень важно. Сауле отлично отработала свой эфир, она действительно зажгла, сегодня вообще получился потрясающий день, и техничный, благодаря Светлане Устратовой, и очень эмоционально заряженный, благодаря Сауле, и вообще конференция очень и очень успешная. Я благодарю вас за то, что вы здесь присутствуете, за то, что вы продвигаете сетевую индустрию, свободное предпринимательство, работу на себя, я 21 год в нашей профессии, я обожаю сетевой маркетинг, обожаю его, это действительно последний оплот свободного предпринимательства, когда без стартового капитала, когда без каких-то специальных знаний и навыков, когда без специальных каких-то связей, без специального высокого уровня образования, человек может добиться огромного фантастического успеха. Меня зовут Станислав Санников, я вижу 550 человек в чате, мне очень радостно вас приветствовать, дорогие мои, еще больше людей посмотрят вместе с пакетом участников, потому что многие люди изначально говорили, что не смогут присутствовать на всех эфирах и не смогут присутствовать вечером, потому что они на Дальнем Востоке. И для них пакет участников это бомба, потому что они действительно могут воспользоваться этими записями всегда, 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 всегда. То есть эти записи останутся у пакета участников навсегда, и те люди, которые приобрели, они уже выигрыши. Я вас поздравляю. Кто приобрел пакет участников, поставьте циферку 1, пожалуйста, чтобы я видел, чтобы я знал, что вы уже с пакетом участников, что вы довольны. У нас много сотен людей уже приобрели пакет участников. Вот вы видите по чату, что люди приобрели этот пакет. Это очень правильное решение. Но сегодня я хочу сделать упор на сам Телеграм. Мы с вами познакомились благодаря Телеграму. Друзья, вот поставьте, пожалуйста, циферку 2, те люди, которые впервые начали пользоваться Телеграмом на нашей конференции с точки зрения видеокомнаты. Вот кто выяснил, что оказывается, можно проводить вебинары в Телеграме. Ну ничего си! Удивительно! Вы видите, друзья, благодаря тому, что мы организовали со Львом Калашниковым и проектом Network Expert, про который вчера рассказывал Лев, мы просто разработали для вас Телеграм, вы уже получили один секрет Телеграма. Оказывается, в Телеграме видеокомнаты есть и оказывается, в Телеграме можно проводить видеоконференции. И это просто бомба, потому что у нас все получается, все круто, идет запись. Вы видите, красный кругляшочек рядом с надписью NetCon 2022. Это означает, что идет запись. То есть, смотрите, я не успел провести свою тему, а уже часть аудитории получила свой первый секрет. Я вас с этим поздравляю, дорогие мои. И сегодня я, конечно, для вас приготовил много подарков, много всего интересного. Сегодня я вам подарю секреты-секреты, так что устраивайтесь поудобнее, подвигайтесь немного сейчас, чтобы расшевелить свою нервную систему и кровеносную систему, чтобы кровь разогналась по жилам. И, друзья, сейчас вас ждут бомбические секреты, которые помогут вам быть эффективнее в Телеграме и находить своих, соответственно, новых партнеров и новых кандидатов в бизнес. Но сразу хочу вам сказать, что я человек, который зарекрутировал несколько тысяч партнеров, дистрибьюторов в свою структуру, в глубину, в ширину, в разные уровни и поколения своей организации. Могу вам сказать, что я про рекрутинг знаю самый главный секрет. Я про рекрутинг знаю самый главный секрет, который вам сейчас хочу подарить. Друзья, где бы вы не рекрутировали, в Телеграме или ВКонтакте или в офлайне там по телефону звонили бы или где бы вы не рекрутировали, например, может быть, холодные контакты бы вы не делали или, может быть, вы работаете еще какими-то другими источниками, я хочу вам сказать одну простую вещь. Я хочу вам сказать одну простую вещь, что все равно вас ждут отказы, все равно вас ждут препятствия и трудности, все равно что-то будет не получаться. Но для того, чтобы быть успешным рекрутером и расширять свою структуру, увеличивать свой бизнес, необходимо знать песенку миллионера. Песенка миллионера в MLM бизнесе это песенка, которую нужно насвистывать себе, когда вы идете по улице. Эту песенку нужно напевать себе, когда вы принимаете душ. Эту песенку нужно себе напевать, когда вы просто-напросто получили отказ. Когда вам сказали нет, я не люблю слово нет. Потому что в момент, когда мне говорят нет, я не зарабатываю деньги. Но эта песенка всегда со мной. Друзья, кто хочет услышать от меня песенку миллионера в MLM и кто хочет узнать, какая песенка будет всегда поддерживать ваш боевой дух, напишите я в чате. Кому интересна эта песенка? Напишите я в чате. Отлично, отлично. Итак, друзья, готовы? Приготовьте свои барабанные перепонки. Сейчас Хосе Каррерас и Пласида Доминго просто отдохнут. Итак, песенка миллионера в MLM. Нет, 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 да. Все, друзья, вот и весь секрет, вот и весь секрет успеха в сетевом business. Давайте все вместе теперь споем. Пускай ваши аквариумные рыбки, хомячки, пускай ваши дети и мужья или жены поймут окончательно что вы точно тронулись умом в этом бизнесе и то что у вас уже голова поехала тихо шифером шурша крыша едет не спеша давайте на 34 вместе со мной сейчас запеваем мотив как у карусели так и так 34 нет 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 да друзья вот и все все что нужно по большому счету напевать себе для того чтобы преуспеть и зарабатывать деньги в сетевой индустрии но конечно с точки зрения мотивации вдохновения и песенка миллионера и выступление например соуле ребят купите приобретите для себя пакет участника только для того чтобы соуле слушать по утрам потому что бегать что электрический ток вас не так сильно зарядить выступление соуле но я вам скажу все равно нужно и переименовать интернет в дат отлично сказано интернет все равно нужно обладать инструментами все равно нужно обладать навыками все равно нужно уметь что-то делать особенно в двадцать первом веке и сегодня я расскажу вам про телеграм оказывается часть возможности телеграма друзья часть возможности телеграма мы с вами не знаем а я вам их сегодня с удовольствием покажу поэтому приготовьтесь как губочки впитывать откройте сердца откройте души откройте свой разум для впитывания информации сейчас будет много практики и если соуле работала в спикер передо мной работала на эмоциональную составляющую то я буду показывать вам конкретные действия которые будут делать вашу работу в телеграме проще эффективнее успешнее то есть мы с разных сторон делаем как бы соединят кон у нас очень разные спикеры очень разные темы обратите внимание и мне очень нравится даже сегодняшний день насколько он разнообразен потому что вы получите вы получите просто очень разнообразное знание сегодня итак поехали друзья телеграм но перед тем как я вам расскажу про телеграм я хочу все-таки немножечко рассказать про себя чтобы вы узнали кто я такой и что я из себя представляю если смысл вообще меня слушать может быть я какой-то там не знаю какой-то там клоун который там вот сейчас в интернете их развелось продают там обучение за какие-то бешеные деньги сами ничего не построили ничего не сделали ноль без палочки а инфобизнесом занимаются инфо цыганством торгуют как бы да вот давайте я расскажу про свои результаты чтобы просто знали я не хочу заниматься сама презентация сама презентация самоубийство я хочу просто аргументировать свою точку зрения что меня есть смысл послушать потому что а на сегодняшний момент мне 37 лет а я дипломированный психолог на у меня диплом преподавателя психологии а я действующий сетевик с двадцати однолетним стажем то есть я 16 лет в индустрии я обожаю этот бизнес а бизнес тренер я с девятилетним стажем то есть я гораздо дольше занимаюсь сетевым чем тренерской работой потому что тренером я стал уже когда добился успех в сетевом маркетинге в 2012 году я получил млм оскар как самый высокооплачиваемый сетевик россии до 30 лет на сегодняшний момент до сих пор ни один человек в россии не заработал в возрасте до 30 лет денег больше чем я ни один человек в россии не заработал больше миллиона долларов до 30 лет за один год я заработал получил за это млм оскар этот результат не переплюнут а лауреат престижного титула золотое перо network news то есть мои скажем графоманские увлечения уже нашли свою реализацию еще в далеком 2006 году в 20 лет я заработал свой первый миллион рублей поверьте в городе ульяновске где я начинал в 2000 это был пятый год в 2005 году это было много денег миллион рублей в городе ульяновске для двадцатилетнего парня в 2005 году это серьезные деньги а елена тамильченко а яс это не сетевик он не занимается сетевым маркетингом не благодарите я рад что открыл вам удивительную тайну в 22 года я заработал миллион долларов вышел на среднемесячный доход более 85 тысяч долларов в месяц а мой рекорд который я поставил в 2007 году 145 тысяч долларов 145 тысяч долларов я заработал в 2007 году в декабре месяце создал сеть насчитывающую более 18 с половиной тысяч активированных контрактов 1 светлана мулеева если кто-то заработал миллион долларов до 30 лет пожалуйста мне потом скажите я буду очень рад если это так но на по моим данным а мы со статистикой дружим таких людей нет вы вырастил двух долларовых и 5 рублевых миллионеров с нуля то есть люди пришли без структур без опыта без знаний без навыков и стали долларовыми и рублевыми миллионерами дважды в разных компаниях доходил до верхнего статуса быстрее всех во всех компаниях с которыми я сотрудничал я сотрудничал за свою карьеру с тремя компаниями участник семинаров gopro рекрутинг мастер в лас-вегасе юпи w сингапуре и каждый месяц часть своего дохода я отдаю на то чтобы поддерживать талантливых детей из малообеспеченных семей чтобы они получали высокий уровень образования мы считаем с моими друзьями что образование это самое главное и самое одно это 5 будущее для этих детишек и мы помогаем именно этим детям потому что мне нравится просто напросто помогать я хочу больше денег своей жизни отдать другим для того чтобы ну скажем так не на не на себя только тратить деньги я уже на себя потратил много денег я я живу неплохо я живу хорошо летаю бизнес-классом путешествую по всему миру сделал кругосветку побывал в 42 странах мира но сейчас мне хочется отдавать больше сейчас мне хочется больше делиться и я считаю что каждый человек должен этим заниматься ну а лидерство это ведение людей путем собственного примера поэтому я просто рассказываю об этом чтобы другие люди брали пример так друзья отлично вот я немножко о себе рассказал о себе рассказал и соответственно теперь хочу поделиться с вами информации что сегодня будет на эфире почему telegram наиболее актуальная тема почему именно telegram актуален второе 5 секретов telegram а какие 5 секретов telegram а вам следует знать для того чтобы умело им управлять и обращаться с ним третье как начать свой канал в телеграме и вообще что такое канал в телеграме чем он отличается от чата какие у него функции какие у него особенности далее друзья я подарю вам бонусный секрет я подарю вам бонусный секрет я пообещал 5 секретов на самом деле будет еще 6 самом конце моего эфира кто любит подарки напишите пожалуйста люблю кто любит подарки напишите пожалуйста люблю потому что я для вас приготовил два подарка два подарка самым терпеливым самым терпеливым тем кто досидят до конца потому что я буду несмотря на высокий темп своего выступления я буду стараться говорить быстро но при этом не нужно будет разжевывать какие-то вещи и поэтому я соответственно подарю два подарка самым терпеливым тем людям которые соответственно будут до конца моего выступления я на правах участники судя где-то час 15 час 20 буду выступать на правах организатор а так что запасите с терпением особенно те у кого уже потом я тоже плюс два часа к москве у меня уже ночи и сегодня друзья состоится очень и очень важное событие потому что сегодня состоится официальный запуск набора участников следующий телеграм-игры следующая телеграм-игра это то что вас ждет очень скоро друзья вода оксан точно вы вспомнили мои слова пророческие что нужно идти в телеграм я говорил что телеграм выиграет и окажется площадка на которую нужно пересаживаться и оксан вот вы вы вспомнили мне очень приятно что вы наполовили меня на этом да очень очень рад что вы помните эту мою информацию до мои слова оказались пророческими и друзья сегодня конечно для тех кто любит скидки а кто любит скидки друзья напишите слово скидка кто любит скидки напишите слово скидка потому что сегодня будут объявлены скидки и сегодня вы как участники netcon как наши любимые участники получите эксклюзивные условия очень выгодные и очень вкусные да вот вопрос был по поводу подарков подарки будут только при покупке пакета нет дорогие мои вы подарки получите без покупки пакета просто так за то что вы присутствуете онлайн просто вы их получите друзья в определенный момент а вот все подарки от всех спикеров получится те кто приобретут пакеты участников в этом разница поэтому часть штука выгодная но слушайте посчитать давайте бы я вам просто почитаю чтобы понимали по выгодности пакета участников я люблю калькулятор да вот смотрите вот калькулятор я беру тысячи и 100 рублей сегодня да вот тысяч 300 рублей сегодня это пакет участников стоит да там все записи все презентации все подарки от всех спикеров делим на 30 а выступлений получается друзья 43 рубля за одно выступление это меньше 50 центов и сейчас на доллары переводить поэтому очень выгодная покупка получается 43 рубля за запись это по моему это без подарков без презентации я считал это по моему бомба бомбическая космос космический поэтому все кто приобрели пакет участников или сделают это сегодня правильно сделаете итак поехали давайте поговорим сначала про то а почему я выбираю telegram смотрите на сегодняшний момент аудитория telegram более 500 миллионов пользователей активных пользователей это один из самых быстро растущих мессенджеров на планете земля то есть будете вы активно развивать telegram не будете вы активно развивать telegram telegram растет без вас ребята и если вы будете просто развивать telegram то вся эта аудитория весит поток пойдет на вас и поэтому вы сможете эту аудиторию просто-напросто потом монетизировать то есть проще говоря продавать им продукт и рекрутировать их бизнес вот что вы будете делать второе telegram это самый высокотехнологичный на сегодняшний момент мессенджер когда я захожу в оттап у меня ощущение что я попал в каменный век ваттап это мессенджер для не знаю для людей которые немножко застряли в прошлом telegram это с огромное количество функций но давайте я вам приведу привода просто 5 вещей которые я вам скажу чего нельзя делать ваттапе а можно делать telegram первое большие видео файлы вы можете сохранять и перекидывать в telegram большие видео файлы например в ваттапе у вас видео файл полторы минуты максимум вы можете сохранять там или 2 до если легкое видео все вы не можете там фильм закачать себе ваттап а в telegram можете второе telegram у вас есть возможность удалять корректировать сообщения вы можете менять свое сообщение или вы можете его удалить вообще полностью никто этого не увидит если вы допустили какую-то ошибку или написали что-то не то ли передумали например ваттапе этого делать нельзя третье ваттапе нет видеокомнат в telegram есть видеокомната вот мы сейчас с вами в видеокомнате сидим ваттапе этого нет и я думаю что не скоро появится четвертое когда у вас вы потеряли телефон или переустанавливаете систему когда вы ставите telegram у вас telegram устанавливается и у вас начинает работать как будто бы ничего не удалилось с ваттапом у вас такой перспективы не будет потому что я буквально 10 дней назад переустанавливал себе систему на телефон у меня все что у меня было в оттапе практически последние три недели или четыре полностью удалилась ваттап это просто какой-то ну скажем ну как бы ужас ужасный то есть я потерял все переписки все файлы и все хранилище которое у меня было в телеграме все хранится в облаке поэтому вы просто-напросто ничего не теряете четвертый вайбере кстати то же самое что в оттапе в большинстве своем четвертое преимущество телеграма о котором там допустим многие просто не знают и не понимают да это что telegram не грузит вашу память не заставляет нагружать телефон не заставляет нагружать оперативную память вашего телефона то есть telegram тоже грузит но не так как в отцап то есть он намного легче потому что информация хранится в облаке это четвертое преимущество пятое преимущество телеграма давайте-ка я подумал какой еще пятая преимущества игра можно отложенное сообщение мы с вами про них сегодня поговорим то есть telegram на сегодняшний момент вне конкуренции это будущее telegram на сегодняшний момент это просто-напросто огромное преимущество и те кто умеют владеют телеграма эти люди выиграют и вы ими будете когда послушайте меня очень внимательно друзья вы скоро станете вот как меня лена назвала королем telegram а вы скоро станете королевами и королями telegram а и я вам в этом помогу есть еще одно преимущество о котором мало кто думает но это очень важное преимущество это целевая аудитория кто назвал 6 даже а кто лучшая целевая аудитория а кто лучшая целевая аудитория это люди которые более платежеспособны более образованы более современные и более продвинуты это люди которые пользуются telegram telegram более молодая аудитория более продвинутая аудитория более образованная аудитория это очень сильно отличается от аудитории вайбера или ватсапа где в основном сидят люди ну как бы просто которые интернетом мало пользуются, они только WhatsApp поднимают в большинстве своем, в Telegram самое продвинутое, поэтому если вы работаете через Telegram, то у вас, друзья, есть вероятность, то есть есть вероятность просто-напросто в Telegram найти классных людей. Я сейчас вам скину прикол, это вот по поводу, Алевтина Горбасенко написала, сейчас все потопали в Telegram, Алевтин, прям просто в соответствии с вашими словами, просто вам сейчас скину картинку, я просто скину картинку, смотрите, пожалуйста, вот. Вот, тетя Надь теперь в Telegram, Володя Сторож в Telegram, Эдик Таксист теперь в Telegram, Валентина Евграфна, Жек в Telegram, автосервис Боря теперь в Telegram и так далее, друзья. Да, 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 все, все, друзья, все сейчас пойдут в Telegram, и мы с вами будем их рекрутировать. И последняя причина, почему мне нравится Telegram, потому что я единомышленник Павла Дурова, потому что я считаю Павла Дурова гением, это просто наша гордость, гордость всего русскоязычного мира, и казахов, и украинцев, и белорусов, и армян, и, я не знаю, вот все, кто разговаривает по-русски, по одно простое, вот просто, вот для меня один простой аргумент, что Дуров, это просто наша гордость, это человек, который реально русскоязычный, да, русскоязычный, разговаривает с нами с вами на одном языке, и, Светлана, это, кстати, в настройках можно менять, я потом вам об этом буду в Telegram-игре рассказывать, по поводу настроек чатов. Да, Дуров – это просто бомба, это гордость всего русскоязычного мира, всех нас постсоветских граждан, это человек, который, как и мы с вами, родился в Советском Союзе. И вы знаете, что я скажу? Вот поэтому я выбираю Telegram, вот поэтому я считаю, что Telegram – это круто. И вы знаете, я скажу вам одну простую вещь, когда Дуров ушел в Telegram, я помню, это был 2014, по-моему, год, да, когда он начал создавать Telegram и просто-напросто написал ВКонтакте, что соцсети умирают, будущее за мессенджеры, я такой подумал, Дуров там совсем, что ли, там, не знаю, как кокаин обнюхался или что он там курит, как бы, какой мессенджер, какой мессенджер, какие мессенджеры, о чем он говорит, все в ВКонтакте, все в Фейсбуке, все в Одноклассниках, все в Инстаграме, какие мессенджеры, в WhatsApp все пойдут, значит, смешно, в WhatsApp только голосовые сообщения отправлять можно. И вы знаете, что самое смешное, про Азода вы не можете пользоваться Telegram 10 лет, ему, по-моему, нет 10 лет, он, по-моему, в 14-м году или в 13-м появился, то есть 10 лет ему нет. Азода, вы как-то себе приписываете немножко, чуть-чуть, самую малость. Так вот, друзья, самое интересное, Дуров – это провидец, это человек, который просто-напросто видит будущее. Дуров – это человек, который реально угадал, просто угадал или просто предсказал. Мы все в Telegram, мы все в Telegram и нам нравится. Кому нравится Telegram точно так же, как мне, и кто хочет научиться рекрутировать людей здесь, напишите «хочу». Напишите «хочу». Кому нравится Telegram и кто хочет рекрутировать людей здесь, научиться, напишите «хочу». Да, супер, я вижу подавляющее большинство. Я тоже, друзья, хочу вам показать, как это делать. Сегодня будет база, сегодня фундамент будет. А на Telegram-игре я буду давать уже продвинутые вещи. На Telegram-игре вы узнаете уже крутые фишки. И вы реально обалдеете от того, что я буду показывать сегодня. Многие обалдеют, вот увидите по чату. А на Telegram-игре вы не просто обалдеете, а обалдеете капитально, потому что у вас начнутся результаты прямо во время Telegram-игры. Итак, давайте поговорим с вами сначала о секретах. И первая проблема, которую я нашел в социальных сетях, друзья, это проблема органического трафика. Что такое органический трафик? Сейчас я вам объясняю. Это когда вы посты пишете, а люди сами откуда-то вас находят и подписываются к вам. То есть вам не нужно ничего делать, люди сами приходят на ваш аккаунт, подписываются, становятся вашими друзьями. Друзья, вот это реально, ну как бы, вот это просто-напросто такая мечта идиота. Да, мечта идиота. Буду просто писать посты, а люди будут ко мне подписываться сами. В Инстаграме это было в 2013-2017 году. Я пришел в Инстаграм в 2019 году. И вы знаете, я просто-напросто понял, что для того, чтобы найти новых подписчиков, мне нужно что-то конкурсы организовывать, взаимные пиары делать, хэштеги ставить, что-то еще делать. То есть мне нужно постоянно, 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 постоянно что-то делать, чтобы подписчики приходили. А вот эта вот золотая пора Инстаграма, когда подписчики подписываются просто, потому что ты посты выкладываешь. Вот она закончилась в 2017 году. И я просто столкнулся с этой проблемой, что я посты выкладываю, а подписчиков больше не становится. Они не растут. То есть вот как было у меня там определенное количество, так оно и вот стоит на одном месте. Вконтакте то же самое, как было у меня определенное количество подписчиков, так оно у меня и стоит на одном месте. Друзья, вот у кого такая же ситуация, вы посты выкладываете в соцсетях, в фейсбуке, вконтакте, а подписчиков количество не растет. Вот есть такая проблема, что вы делаете действия, поставьте плюсики, кому это знакомо, а подписчики не растут. И непонятно, на чем мне, одним и тем же продавать, что ли, одних и тех же рекрутировать, что ли. Да они уже все у меня купили, все, что могли, я им уже неинтересен. Они меня любят, но я им неинтересен просто-напросто. Ребят, знакомая проблема, правда? Это проблема органического трафика. Это проблема, что люди сами не приходят. А теперь, друзья, я вам сейчас покажу одну прикольную картинку. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Чтобы увеличить, на экран коснитесь слайда два раза быстренько, так тапните два раза, у вас картинка увеличится. Посмотрите, это рост моего канала за полгода. Я просто взял отрезок полгода, друзья. Спокойный, ровный, уверенный рост моего телеграм-канала. То есть я выкладываю себе посты в телеграм, и у меня мой канал растет сам собой. Я не покупаю рекламу, не оплачиваю конкурсы, не делаю ничего специального, чтобы подписчики прибавлялись. Я просто выкладываю посты, и у меня канал растет. Друзья, признайтесь, а кто хотел бы, чтобы у вас было так же? Кто хотел бы, чтобы у вас было так же? Друзья, кто хотел бы, чтобы ваши подписчики росли у вас вот точно таким же темпом? Я могу вас научить. Посты в телеграме, в телеграме, посты в телеграм-канале. Так, я сейчас вижу, что Дима у нас, Лев, Лена здесь на связи, Оксана тоже наша дорогая команда. Кстати, мои любимые коллеги и партнеры. Друзья, я хочу, давайте, кстати, хоть у меня далеко не последнее выступление, у нас впереди еще круче разные спикеры будут выступать. Но я хочу сейчас поблагодарить, друзья, Дмитрия Гаврилова, Елену Ещенко, Льва Калашникова и Оксану Пишонину за ту работу, которую они делают для вас. Давайте поблагодарим, потому что наша команда, мы работаем каждый день для вас, чтобы организовать эту конференцию. Это очень сложный процесс, друзья. Собрать 5000 человек в чате и по 600-700-800 человек на прямых эфирах, это да. Вот я хочу поблагодарить нашу команду. Соорганизатора NetCon Льва Калашникова, он выступал вчера перед вами, генеральный директор Network Expert. И наших ведущих Елену Ещенко и Кирилла Авдеевича, а также команду, административную команду поддержки, это Дмитрий Гаврилов и Оксану Пишонину. Да, вот они для вас это все делают. Так вот, друзья, сейчас я хочу попросить Льва. Лев, заблокируй чат, пожалуйста. Когда заблокирую чат, ребят, я сейчас попрошу заблокировать чат нашу команду, не потому что мне неинтересно, что вы пишете, а потому что я хочу вам сейчас скинуть ссылку на свой канал, чтобы вы посмотрели этот канал и увидели реально этот канал и поняли, как он работает. Смотрите, смотрите, я вам сейчас скину ссылку на этот канал, я знаю, что многие уже подписаны, многие уже подписаны. Так, я вижу, да, Лев, если заблокировал, поставь плюсик, пожалуйста, чтобы я знал, что можно ссылку кидать. Друзья, я кидаю ссылку на канал, ага, отлично. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас, перейдите по этой ссылке, это мой канал, это мой личный канал, в МЛМ там я никого не рекрутирую, не рекламирую свой бизнес сетевом, я там не рекламирую никакую какую-то продукцию, какой-то сетевой компании, я там делюсь полезностями. Я там даю полезный контент, и вы можете наблюдать за мной, за тем, как я это делаю прямо на этом канале. То есть вы можете выводить пост на телеграм, канал свой, то участники видят его у себя на дисплее смартфона в уведомлениях. А когда вы выкладываете пост в инстаграме, вконтакте или в фейсбуке, люди не видят у себя в уведомлениях, им нужно зайти в эту социальную сеть, и только тогда они это увидят, когда увидят ленту. То есть ваш пост доходит до гораздо большего количества людей автоматически просто потому, что это мессенджер, а не социальная сеть в чистом виде. Поэтому вы достукиваетесь до большего количества людей, и если у вас меньше подписчиков, то процент просмотров ваших постов гораздо выше. Понимаете? То есть вы просто-напросто имеете меньше подписчиков в телеграме и выше уровень вовлеченности, потому что посты попадают в чувствительную зону смартфона. Второе. Второе. Это много каналов восприятия. То есть, смотрите, когда вы делаете посты в телеграме, вы можете использовать видеосообщения, вы можете выкладывать аудиосообщения, вы можете выкладывать фотографии, Вы можете выкладывать, допустим, текстовый пост, вы можете выкладывать просто видео, вы можете выкладывать разные варианты контента и, по большому счету, даже опросы. Опросы тоже вид контента. То есть вы можете делать опросы у себя в телеграм-канале и тем самым и продавать, и вовлекать. Я об этом, кстати, рассказываю на телеграм-игре, как это делать. Далее. Следующее преимущество телеграм-канала. Он может быть бесконечным. В отличие от чата в WhatsApp или в отличие от просто чата в телеграме, где может быть 200 тысяч человек максимум, на телеграм-канале может быть более миллиона подписчиков. Мой телеграм-канал пока маленький. На нем всего-навсего 5976 человек. 5976 человек. Но он постоянно растет. И это преимущество, потому что в телеграме на канале нет ограничений по количеству подписчиков. И последнее преимущество. Удобство и простота. Мне очень нравится то, что я могу вести свой телеграм-канал лежа на диване. Лежа на диване. Извините, девушки, в семейных трусах. Мне не нужно для этого делать бигуди на голове. Мне не нужно для этого идти к визажисту. Мне не нужно надевать костюм, например, галстук для этого. Потому что телеграм-канал можно легко вести в трусах семейных. Лежа на диване – это очень легко, это очень удобно. Это вам не YouTube, который очень тяжелый. Или это вам не TikTok, который выматывает просто по страшному. Я ничего против не имею ребят, которые там занимаются TikTok или которые занимаются, допустим, занимаются рилсами в Инстаграме. Но я понимаю, это столько работы. Я столько работать не хочу, я ленивый. Я не хочу столько работы. А вот кто сейчас со мной согласен, друзья, что вы просто-напросто тоже понимали, что TikTok или рилс в Инстаграме или, например, там YouTube для вас слишком, ну, как бы тяжело, 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 тяжело. Да, да. Вот я вижу, есть такие люди, кому это знакомо. Телеграм-канал, лежа на диване или на шезлонге где-нибудь в Таиланде под пальмой. Просто кайфуйте, пишите посты, выкладывайте голосовушки. Пожалуйста, вперед, контент идет. Контент вперед, кстати, кто подписались на мой канал сейчас, вы можете увидеть, что у меня прямо сейчас там как раз-таки аудиоконтент. Про аудиоконтент я тоже в Телеграм-игре. Анна, время много тратишь, это мало сказано. Вот, так что, ребят, Телеграм-это удобнее и проще. Вот что я вам скажу. Это мое мнение. Я ленивый, я ленивый. Телеграм-это удобнее и проще. Итак, поехали. Секреты. Секреты Телеграма. Мужчинам действительно проще, но даже... А, Екатерина Шураева, а если у мужчины герпес вылез на губе, все равно не очень хорошо, друзья. Поэтому Телеграм-канал это... Всем рекомендую. Всем рекомендую делать Телеграм-канал, тем более сейчас народ сюда прет. А теперь смотрите, друзья, пошли секреты Телеграма. Поехали. Ваш аккаунт. Оказывается, у вас в Телеграме есть ваш личный аккаунт. Я думаю, сейчас я никого не удивил. Но правильно оформленный аккаунт будет привлекать к вам аудиторию. Правильно оформленный аккаунт будет привлекать к вам аудиторию. Смотрите как. Если у вас аккаунт оформлен правильно, то вы общаетесь с другими людьми в чатах. Люди заходят на ваш аккаунт, листают ваши фотографии. Люди смотрят ваше био. Я сейчас объясню, что такое био. Это ли байо. Правильно байо вообще, да? Ну, мы уж говорим так, русифицировано био, да? Но вообще правильно байо. Это биография, то есть биография. Это описание вашего аккаунта. Сейчас я вам все покажу, расскажу, где его настраивать. И когда вы людям нравитесь... Ребят, самое главное – понравиться людям. Когда вы людям нравитесь... Флотки нравятся. Байо или био вашего аккаунта нравятся. Вы привлекаете людей. То люди могут перейти по ссылке в вашем байо или био. Сейчас я вам все покажу. Давайте я покажу вам, где это настраивается. Смотрите. Вот берем мы на айфоне. Это на айфоне. На андроиде чуть-чуть отличается. На андроиде нужно слева сверху на три черточки нажать. В настройке слева сверху. А на айфоне настройки все внизу. И все... Меню управления телеграмм внизу. Вы нажимаете на айфоне. Находите настройки. Настройки. А в андроиде это слева сверху на три черточки. И тоже настройки. Нажимаете. Не важно где. Найдите настройки. Слово настройки найдите просто у себя. И вот у вас открывается панелька настроек вашего аккаунта. Это ваш личный аккаунт. Это ваша страничка. Страничка. Маленькая личная страничка в телеграме. А теперь смотрите. На что нужно обратить внимание. Сейчас пойдут лайфхаки. Первое. Фотография. Фотография. Вот видите. Смотрите какая фотография. Вот обратите на нее внимание. Это не идеальная фотография. Потому что я хулиганю. Я позволяю себе ставить не всегда самые обалденные, опупенные свои фотографии. А просто понравилась новая фотография. И я просто ее ставлю. Вот она. Это не идеальная фотография. Хотя она неплохая. Например, вот эта фотография, друзья, у меня. Оказывается фотографии в телеграме можно листать вот здесь. Вы можете листать фотографии у других людей и у себя. Вот эта фотография гораздо лучше. Вот эта фотография гораздо лучше. А есть еще более оптимальная фотография. Вот эта вот фотография. Вот эта фотография еще лучше. Почему, друзья? Запомните. Три самых главных правила фотографии. Первое правило фотографии. У вас должен быть визуальный контакт с тем, кто на вас смотрит. Если у вас визуального контакта со смотрящим нет. Вот смотрите. Видите? Вот здесь визуальный контакт с тем, кто на меня смотрит. то это сразу снижает уровень доверия к вам второй момент улыбка смотрите когда вы показываете зубы я называю это сушим зубы вот так сушим зубы когда вы показываете зубы в этот момент человек воспринимает вас более позитивно и третье светлая посмотрите фотография светлая в инстаграме проводились исследования в инстаграме проводились исследования брали одну и ту же фотографию высветляли ее в настройках в обработке и ставили фотографию prime одинаковые целевые аудитории то есть на одинаковую аудиторию темную фотографию на деревро будут в одно и тоже время и смотрели какая фотография собирает больше лайков гораздо больше лайков собирают светлые фотографии поэтому Поэтому старайтесь, чтобы фотография была более светлая. Если вы улыбаетесь, смотрите прямо в глаза, в камеру, в объектив, и если вы ставите светлую фотографию, то вы автоматически выигрываете. Вы автоматически выигрываете. Поэтому ставьте фотографии и следующий лайфхак с фото. Меняйте фотографии. Меняйте фотографии. Каждые 3-4 месяца минимум меняйте главную фотографию на аккаунте. Почему? Когда вы будете общаться в одних и тех же чатах, когда вы будете в одних и тех же чатах коммуницировать с людьми, и люди будут заходить на ваш аккаунт, люди гораздо чаще будут заходить на ваш аккаунт, когда вы будете писать под тем же именем и фамилией, но с другой фотографией. Почему? Человеческое подсознание устроено таким образом, что оно всегда реагирует на изменения. Когда вы показываете изменения, вы привлекаете к себе внимание. Когда вы меняете фотографии, то это привлекает к вам в чатах, в которых вы сидите давно и общаетесь с людьми, это привлекает внимание людей. Вы скажете, Стас, а зачем мне делать так, чтобы люди заходили в мой аккаунт? А я вам сейчас объясню. Смотрите, я открываю, друзья, я открываю, соответственно, сейчас я открываю свой аккаунт. Вот мой аккаунт, вот моя фотография, главная стоит, да, я открываю свой аккаунт. Вот, и, друзья, вот здесь вот я могу нажать на кнопку «Изм». Вот здесь правый верхний угол «Изм». Изменить, изменить. И оказывается, и оказывается, что у меня здесь написано, «Полезные фишки для сетевиков даю бесплатно на канале ProfiMLMSSS». И если человек находит меня в каком-то чате, заходит на мой аккаунт и видит это описание, он думает, так, я сетевик, этот Санников дает какие-то полезные фишки, дай-ка я зайду к нему на канал. Он заходит по этой ссылке, а это внутренняя ссылка через собачку в Телеграме, ко мне на канал, оказывается вот здесь вот на канале, друзья, и все, пожалуйста. Дальше ему начинают приходить мои сообщения на канале, как будто бы это личное сообщение, и он воспринимает их, как будто я пишу их ему, то есть более личностно, нежели в социальных сетях. И таким образом я получаю себе нового подписчика. Поэтому, когда вы сидите в каких-то больших чатах, высказываете какие-то интересные точки зрения, показываете какую-то экспертизу, комментируете какие-то умные вещи, даете какие-то полезности просто так. Людям вы нравитесь, тем более у вас хорошая, светлая фотография с улыбкой, где вы смотрите прямо в объектив, и люди такие думают, ага, прикольный парень или классная девчонка, дай-ка я зайду к ней на аккаунт, посмотрю другие фотки. Начинают листать, смотрят описание аккаунта в био, и переходят на ваш канал. И все, друзья, и вы получаете новую аудиторию. Вы скажете, Стас, а где бы такие чаты найти, где можно находить людей? Ребят, таких чатов много, но я вам порекомендую обратить внимание на один чат, который называется «Злые сетевики». Сразу хочу вам сказать, всем людям с, скажем, такой, знаете, очень тонкой душевной организацией и ранимым людям я в этот чат не рекомендую заходить. Вам туда подписываться в этот чат не надо, потому что там матеряться, там жесть, там как бы бывает, там мы обсуждаем все, политику, секс, религия, вот все, что нельзя здесь обсуждать, вот там в «Злых сетевиках» обсуждать можно. Я вам сейчас дам чат этот, и вы просто поймете, как на самом деле правильно функционируют подобные чаты. А там единственное, что нельзя делать, это рекрутировать, рекламировать свою компанию. Вот за это будет наказание. А все остальное, пожалуйста, если вы способны выдавать уровень экспертизы высокий, то вы в этом чате найдете себя, друзья. И вот обратите внимание, вот в подобных чатах может быть с другой тематикой. Любители кошек, или специалисты по прочистке дымоходов, или еще, друзья, вот видите, что люди пишут про «Злых сетевиков». Вот такие вот чаты, вот через такие чаты десятки, сотни, тысячи людей будут вас находить, если вы там будете просто общаться. И просто, если у вас правильное фото и правильно оформленный аккаунт био, да, в аккаунте вашем, то люди будут просто-напросто подписываться на вас, и будут просто-напросто находить ваш канал через ваше био. Кстати, давайте я покажу вам другое место, где ваше био, где ваша биография тоже работает. Обратите внимание, видеокомнату. Смотрите, кто сидит сейчас в видеокомнате? Станислав Станников. Ну, понятно, что я создатель комнаты, поэтому я нахожусь наверху всегда. А дальше, Дмитрий Гаврилов. У него в био ничего не написано. Дима, вот как раз-таки у тебя в био ничего не написано. Поэтому твое био никуда не ведет. Оно ничего о тебе не говорит, а оно должно продавать. Оно должно продавать. Ребят, вовлекаем людей всеми способами. А у Льва Калашникова написано «Релокейт в Грузию». Да, смотрите, а дальше. Голустян Нина написано «Живу в Краснодарский край, село Юровка». Классно, Нин, но что нам это дает? Вот, Нин, поменяйте био, сделайте другое био, чтобы оно куда-то вело, и чтобы оно объясняло людям, а польза-то какая. Дальше, друзья. Ирина Ламзина, отличное био, помогаю людям стать здоровыми. Красотка, отлично, это уже гораздо лучше. То есть вы говорите, какую пользу вы даете. Дальше. Наталья Себекина, молодец, умничка, канал «Красоте и здоровье», о здоровье и красоте. Умничка. Посмотрите, ребят, пролистите участников видеокомнаты, вы увидите реально, как работает био. Био вовлекает. Смотрите, так, дальше давайте еще найдем. Лариса Никонова пишет, сомнения убивают тебя вместе со временем. Круто. Вдохновляющее, мотивационное био тоже классно, друзья. В общем, все, разобрали. Оказывается, нужно оформить аккаунт в Телеграме, правильно? У вас должна стоять имя, фамилия, обязательно оформите личную ссылку, то есть у вас должна быть внутренняя телеграмовская ссылка и правильная фотография. А также, друзья, у вас должно быть оформлено био вашего аккаунта в Телеграме. Оно должно работать, либо давать пользу, либо вдохновлять. Окей. Кто понял фишки, кто открыл для себя, друзья, допустим, какие-то новости и интересные открытия, поставьте циферку 1. Это был первый секрет. Друзья, кто понял какие-то важные фишки, идеи, понял, что нужно проанализировать свои настройки своего Телеграма? Отлично. Идем дальше. Секрет номер 2. Отложенные сообщения. Друзья, оказывается, вы можете писать отложенные сообщения. Вы можете писать отложенные сообщения. Что это такое? Вы можете написать сообщение, а уйдет оно тогда, когда вам надо. А вы можете быть в самолете. надо мной многие мои друзья веселятся. Я очень много летаю. Я платиновый клиент аэрофлота, да, то есть я привилегированный клиент авиакомпаний, и я очень много летаю. Я много действительно провожу времени в дороге, много путешествую. Такая работа, такая жизнь. И вы знаете, что самое интересное? Самое интересное это то, что многие с меня угорают. Говорят, Стас, ты же был в самолете. Как ты в самолете отправлял сообщение на телеграм-канал? Ребят, да очень просто. Вот сейчас, вот сейчас я отправлю отложенное сообщение на свой телеграм-канал. Смотрите, вот я открываю опять же профи MLM. Это одинаково работает в личных сообщениях, это одинаково работает в чатах, это одинаково работает в телеграм-каналах. Это одна и та же функция. Смотрите, что я делаю? Привет, дорогие мои, или вот я так напишу, приветствую, друзья, друзья, рад всем, всем новым подписчикам канала. Скоро я выложу на канал подарок или, правильно, в канале, в канале подарок или на канал подарок я выложу. Скоро я выложу здесь, в общем, скоро я выложу здесь, здесь подарок для моих любимых подписчиков. Вы лучшие, я правда так считаю, у меня самые офигенные подписчики, самые лучшие, я просто обожаю своих подписчиков. Я реально к своим подписчикам отношусь как к родным, это вот прямо у меня искренне, вот можете даже не сомневаться. Друзья, смотрите, я сейчас, сейчас оформлю, поставлю значок подарочка, а теперь смотрите, теперь смотрите, вот у меня в телесообщении написано, в поле ввода текста написано сообщение. Я его еще не отправил, а теперь смотрите, а теперь смотрите, например, я хочу отправить его, ну сегодня 23 часа уже по моему месту, сегодня уже поздно. Я хочу отправить его на завтра, на, давайте на 8 утра по Москве, это по ташкентскому 10. Смотрите, что я делаю, смотрите, что я делаю. Я не просто нажимаю на кнопку отправить сообщение, вот эту кнопочку, а я зажимаю и удерживаю, и у меня всплывает менюшка, отправить без звука или отправить позже. Нам нужно отправить позже, я нажимаю отправить позже, в этом, в андроиде, на самсунгах, сяоми, других устройствах, немножко по-другому это может выглядеть, там меню может наверху быть. Так что вы смотрите, на андроиде это может немножко отличаться. И я ставлю, и я ставлю Венерди 25 марта, это у меня на итальянском телефоне, я итальянский учен. И я ставлю 10.00 по Ташкенту, это получается 8.00 по Москве. Все, поставил, друзья. Пятница, 25 марта, 10.00 по Ташкенту, 8 по Москве это будет. И нажал, опа, и мое сообщение ушло не на канал или не в переписку с человеком, а оно ушло в специальный раздел, отложенная отправка. И оно висит там, а ровно в 8 утра по московскому времени это сообщение окажется на канале. Я просто нажимаю здесь закрыть, и все, я могу спать спокойно, мое сообщение уйдет. Классно? Классно. А теперь смотрите, у вас есть должник, которому нужно напомнить про долг в какой-то конкретный день. Вы бах, ему написали, например, отложенное сообщение за день до напоминания, чтобы самим в голове ничего не держать. Или другой вариант, у вас есть канал, и вы хотите выложить на нем или в чат какую-то полезную информацию. Вы подготовили аудиторию и сказали, в 15.00 по Москве я выложу какое-то сообщение. И они думают, вот посмотрим, выложит, не выложит, обманет, не обманет. А вы и забыть забыли, потому что вы отложенное сообщение просто поставили, и ровно в 15.00 сообщение приходит в чат, а вы в этот момент там спите в одном ботинке, и вам хорошо. Хорошо. Это очень удобно, друзья. С должников деньги выбивать, людям все напоминать и так далее. Вот это все, друзья, очень просто и очень удобно. Гаухар, если два сообщения в одно и то же время приходят в группу, то они просто приходят одновременно, не накладываются, все нормально. Вот на андроиде девчонки подсказывают, что все нормально. На андроиде точно так же. Ну все. Друзья, скажите, пожалуйста, честно признавайтесь, скажите, пожалуйста, честно признавайтесь, для кого отправленное сообщение, отложенное сообщение, это была новость, и кто, друзья, не знал, что оказывается можно это делать, поставьте циферку 2. Скажите, пожалуйста, кто не знал об этом, поставьте циферку 2, друзья. Вот вам, пожалуйста, секрет. Отложенный постинг в Телеграме. В WhatsApp этого нет. В Viber этого нет. Друзья, все, что я вам рассказываю, это первый класс. Это первый класс, друзья. Все, что я вам рассказываю, показываю, это первый класс. Мы с вами даже до средней школы, я имею в виду, с 5 по 9 еще не дошли, друзья. Или по 11, не знаю, как считать, да. Это все первый класс, друзья. В Телеграм-игре гораздо круче. Это все вот этот фундамент. В Телеграм-игре, которую я сегодня объявлю, будет гораздо круче, гораздо интереснее вещи. Это все для детей, я вам могу сказать. Третий секрет. Третий секрет, друзья. Кто рядом? Телеграм вам может показать, кто рядом с вами. Как это делается? Вот ваше основное меню Телеграма, где ваши чаты, переписки. Это раздел чаты называется. Вот это раздел чаты. Вот это ваше основное меню. Здесь все переписки, ваша общуха, каналы, чаты, все, все, все. Вот здесь вы это все дело смотрите. Ой, ой, ой. А теперь смотрите. А теперь смотрите. Вы заходите в раздел контакты. Раздел контакты на андроиде. Левый верхний угол, три черточки. Раздел контакты на айфоне внизу. И, друзья, нажимаем раздел контакты. И что мы видим? Пара-м. Найти людей рядом. Вы можете видеть локальные группы и людей, которые физически находятся рядом с вами. Вы нажимаете найти людей рядом, друзья. И, пожалуйста, пожалуйста. Вот мне показывает Телеграм всех людей, которые находятся 500 метров от меня. Ну, тут, я думаю, 500 метров от меня. Это же Узбекистан. Здесь очень много людей в Телеграме. Ой, это все люди, которые 500 метров от меня, друзья. Рядом со мной, в общем. Друзья. А еще, друзья, Телеграм мне показывает локальные группы. Это группы моего района. Поэтому, если вы занимаетесь каким-то бизнесом и у вас есть офис, то самый лучший способ, друзья, завлечь людей в офис, это найти тех людей, которые рядом с вашим офисом. Или подружиться с теми группами, которые рядом с вашим офисом или с вашим домом. Потому что таким образом вы сможете с ними подружиться и рекрутировать тех, кто находится рядом, всегда проще. Как с ними подружиться? Это отдельная история. Я могу вам рассказать об этом подробно. Это целая уже схема рекрутинга. Но самое главное, что вы можете их найти, друзья. Вы можете знакомиться с новыми людьми, которые рядом с вами находятся, обещая им, говоря о соцопросе каком-нибудь, или обещая им каком-нибудь подарок, например, или акция, что в вашей компании происходит. Или пригласив их на какую-то интересную совку к себе в офис. Вы можете организовать свою локальную группу и просто-напросто позвать людей туда, которые находятся рядом. Они и так рядом с вами. Вам будет с ними проще наладить контакты и проще их зарекрутировать, друзья. Скажите, пожалуйста, кто не знал про то, что можно находить людей рядом, и кто не знал, что локальные группы рядом тоже. Поставьте циферку 3. Пожалуйста, поставьте циферку 3. Кто не знал этого, друзья? Вот вам, пожалуйста, я вам обещал сегодня секреты Телеграма, которые вы не знали. Дайте мне еще полчаса. Я обещаю вам еще огнищенский контент. Друзья, кто хочет еще, напишите «хочу еще». Друзья, кто хочет еще, напишите «хочу еще». Друзья, дайте мне 30 минут, только 30 минут, и я вам выдам еще гору огненного контента, а еще подарки, подарки, подарки. Я же вам обещал подарки. Я же вам обещал подарки. Так что, дорогие мои, даем 30 минут, говорит Галина. Отлично. Отлично. Надежда, к сожалению, не могу второй слайд вернуть, потому что не успеваю, не могу. Четвертый секрет – видеосообщение. Вера спрашивает, отложенные сообщения также можно удалять или редактировать, а то вдруг должнику нолик не дописали. Да, Вера, прямо в разделе. Смотрите, сейчас я вам показываю. Смотрите, я вам сейчас показываю, где это делать. По отложенным сообщениям. Смотрите. Видите, у меня вот здесь появились значки. Вот здесь, это вот у меня на канале, профи MLM. Вы на него уже подписались, я вижу, да? Такие значки присутствуют. Часики, колокольчик и наклейка. Нам нужны часики. Нажимаем на значок, когда уже отложенное сообщение отправили, нажимаем на часики. Это раздел «Отложная отправка». Отложная отправка. И вот здесь вот, смотрите, берем, берем, друзья, и можем, зажимаем, и может корректировать. Вот здесь, например, «Изменить» можно. Тут «Изменить время» можно. «Отправить сейчас» сразу, если надо, поскорее. И скопировать, «Изменить». Нажимаем «Изменить» и меняем сообщение. На андроиде примерно так же, что только, по-моему, там «Изменить» появляется наверху, если я не ошибаюсь. На андроиде плюс-минус так же. Логика примерно такая же, друзья. Логика примерно такая же. Так, кто еще не подписался на мой телеграм-канал? Кто еще не подписался на мой телеграм-канал? Подпишитесь, пожалуйста, срочно. Подпишитесь, пожалуйста, срочно на мой телеграм-канал. Сейчас я вам еще раз ссылочку скину, чтобы вы могли, соответственно, подписаться и могли, соответственно, воспользоваться. Все это видеть, все это проверять и видеть, что я делаю. Так, окей, идет. Подпишитесь на канал, ссылка в чате. Подпишитесь прямо сейчас, потому что завтра будет подарок для всех вас. Итак, друзья, видеосообщения. Для чего они нужны? Видеосообщения. Да, кстати, хорошая идея, Раис. Умничка. Вот я вижу продвинутая Раиса, говорит, запиньте ссылку, то есть закрепите ссылку. Правильно, Раис, отличная идея. Супер. Теперь, друзья, что делаем дальше? Что делаем дальше? Видеосообщения. Для чего они нужны? Видеосообщения нужны для того, чтобы усилить ваше влияние на человека или на группу. Как они делаются, друзья? Как они делаются? Смотрите. Вот мы с вами в этом нашем чате NetCon. Здесь у нас 5 648 человек. Смотрите, что я делаю сейчас. Вот Лев отправляет видеосообщения. Да, такого нет нигде. А, нет, вру, Екатерина, в Viber есть. В Viber видеосообщения есть, насколько я помню. В WhatsApp такого нет. В WhatsApp видеосообщения нет. Там реально эта функция организована просто по-колхозному. Просто по-страшно-колхозному. Смотрите, как это делается. Вот, друзья, это делается так. Вот у вас поле ввода текста. И вот здесь вот справа значок микрофона. Это для того, чтобы удерживать и записывать аудио. А теперь смотрите. Чтобы переключить значок микрофона на камерку, вы просто делаете вот так. Нет, не так. Слишком долго удерживал. Легкое касание. Это вот у меня слишком нелегкое касание. Я вам показываю, мне неудобно. Смотрите, легкое касание. Легкое касание. Смотрите, на микрофончик. Нажимаете легко. Все, камерка. Смотрите, уже не микрофончик, уже камерка. А теперь смотрите. Я сейчас не просто нажимаю на камерку, а удерживаю ее. Я удерживаю ее. Привет, друзья. Смотрите, какое красивое панно у меня над моей головой. Какой у меня классный микрофончик. И вообще, какие классные вы. А вот здесь я показываю вам, как это все работает у меня. Вот у меня, пожалуйста, слайды. А вот у меня, пожалуйста, видеокомната. А вот если вы нажмете в видеокомнате вот на такую штучку в компьютере, то у вас закрепится эта штучка, и она не будет закрываться слайдами, например. Это если вы будете проводить эфиры и вебинары через Telegram. Это вот вам еще секрет бонусом. Друзья, вот такие вот видеосообщения удобные. А теперь, друзья, обратите внимание. А теперь обратите внимание, друзья. Вы можете влиять на свою аудиторию гораздо эффективнее. Сейчас я, кстати, закреплю тоже это видеосообщение. Вы можете влиять гораздо эффективнее на свою аудиторию через видеосообщение. Тут и звук, тут и картинка, тут и вообще просто что-то необычное. Ребят, первое правило продаж. Хотите быть успешными в продажах? Отличайтесь. Отличайтесь от других. Говорящая голова, да. Друзья, вот как делаются видеосообщения. Честно, есть люди, которые ни разу не делали видеосообщение в Telegram. Поставьте циферку 4 в чате. 4 поставьте. Кто ни разу еще не делал. Кто понял, как это теперь делать и для чего это нужно. Это усилит ваше влияние. Вы таким образом лучше будете влиять на свою аудиторию. Друзья, посмотрите, сколько четверочек. И самое приятное. Telegram кружочки не забивают память вашего телефона. Telegram кружочки не забивают память вашего телефона. Да, Эльдар, совершенно верно. Если не камерку, а кнопку как бы сдвинуть вверх, то не нужно удерживать пальцем. Совершенно верно. Друзья. Обратите внимание. И выделяет вас из толпы. Отличайтесь. Будьте не похожи на других. Делайте то, чего другие люди не умеют. Тогда вы будете зарабатывать деньги, которые другие люди не зарабатывают. Так, друзья. Отлично. Отлично. Ну что, поехали дальше. Отлично. Корректировка удаления сообщений. Вы можете корректировать любое свое сообщение. Вы можете его удалить. В отличие от WhatsApp, где эта функция реализована просто на уровне каменного века. Здесь эта функция очень удобная. О, пожалуйста, я вижу, у нас Елена Рыжова уже делает видеосообщение. Молодец, Елена. Вот сразу практика. Вот это я понимаю. Сразу в дело. Теперь смотрите, друзья. Как это делается. Я пишу. Каля-маля. Каля-маля. Трали-вали. Трали-вали, друзья. Каля-маля. Трали-вали. Вот я написал что-то. Ну, например, я отматерил кого-то из своих знакомых, кому давно желаю смерти самой ужасной и мучительной смертью. А потом я подумал, блин, какой я злой. Мне так нельзя с людьми общаться. Надо мне что-нибудь другое сделать. Да, что-нибудь другое написать. Смотри, что я делаю. Я возвращаюсь к своим каля-маля. Трали-вали. Я нажимаю на это сообщение и удерживаю его. Внизу всплывает меню. И я пишу, ставлю, изменить. Изменить. И смотрите. Каля-маля. Трали-вали. Я меняю, друзья, на I love you. Я люблю тебя. Я люблю тебя. А теперь, друзья, отмотайте назад. Отмотайте назад. И посмотрите. Вместо каля-маля трали-вали я люблю тебя. А потом я подумал, ну, это же вранье. Не так-то я тебя и сильно люблю. Поэтому дай-ка я удалю это сообщение. И я просто-напросто зажимаю снова, друзья. Я снова зажимаю. И внизу нажимаю удалить. И удаляю сообщение. Удалить у всех. Удалить у всех. Все, пожалуйста. Можно иногда удалять у всех. Иногда удалять только у себя, чтобы скриншоты более красивые делать. Если надо, да. Вам, например, нужно сделать скриншот красивый, чтобы не было видно вашего сообщения какого-то. Но нужно, чтобы сообщение осталось. Вы делаете удалить у себя. Делаете скриншот. Все, у вас в скриншоте нет вашего сообщения. А у всех в чате оно остается, друзья. Вот так вот, друзья. Честно, кто не знал, что в Телеграме можно удалять сообщения. И кто не знал, что в Телеграме можно корректировать их. Поставьте циферку 5. Честно, кто не знал, друзья. Поставьте циферку 5. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, друзья. Отлично. Отлично. Ну все, видите, какие мелкие полезности. Какие мелкие полезности. А теперь еще шестой, друзья, секрет. Шестой секрет для вас. Шестой секрет, шестой секрет, шестой секрет, шестой секрет, друзья. Избранное. Оказывается, вы можете писать сообщения самому себе. Зачем? Потому что это позволяет вам сохранить важные файлы, сообщения для самого себя. А также, друзья, позволяет использовать напоминания самому себе. То есть вам нужно самому себе что-то напомнить. Не кому-то другому, а самому себе. Все это функция избранного. Причем, обратите внимание, у меня избранное закреплено в топе Телеграма, потому что я им пользуюсь суперактивно. Посмотрите. Вот, например, пожалуйста, у меня в избранном описание Телеграм-игры, потому что для вас она пригодится. Вот Телеграм-игра как раз таки. У меня в избранном всякие скриншотики, у меня в избранном всякие полезности, списочки всякие разные, посты, фотографии с QR-кодами у меня в избранном. У меня в избранном куча, 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 куча всего. Если я буду мотать свое избранное, друзья, мы с вами здесь заснем, если я буду мотать свое избранное. Вот так оно работает. Кстати, чтобы промотать весь чат вниз, есть вот здесь такая кнопочка, смотрите, стрелочка вниз. Можно сразу одним нажатием оказаться внизу чата, чтобы не весь чат не пальцем мотать. Вот, пожалуйста, избранное. Я пишу себе сообщение. Ты самый клевый, клевый, Стас. Ты самый клевый, Стас. Я пишу себе сообщение в избранное. Ставлю отложенный постинг, то есть задать напоминание. Видите, пожалуйста. И в избранном, это в избранном так работает. И ставлю завтра на утро себе, чтобы вспомнить в 9.15 по местному. Вот у меня придет это сообщение мне. Я себе напомню, что я самый клевый. Все, друзья, вы можете пересылать себе в избранное все, что угодно. И, соответственно, таким образом вы можете, друзья, сохранять полезную информацию. Друзья, нет, Юлия Скумина спрашивает, а где взять это избранное? В начале чата нет кнопки быстрого перемота. Нет, Юль, вы просто в поиске пишите избранное. Вы просто в поиске. Смотрите, Юль, вот здесь нажимаете наверху в поиске, вы пишите вот здесь избранное. Вот, и оно у вас вылезает вот здесь избранное. Все, и вы туда заходите, и туда что-нибудь отправляете. Все, друзья. Да, оно само, да, или вот можно в настройках, через настройки аккаунта. Друзья, честно, а кто не знал про избранное, поставьте циферку 6. Кто не знал, что, оказывается, вам не нужно искать, куда все прятать, сохранять, оказывается, все прямо в телеграме можно делать. Нет, Наталья, в начало телеграма пойти нельзя. Друзья, циферку 6 поставьте, кто не знал про избранное. Друзья, суперудобно, правда? Отлично, отлично. Я рад, что столько много пользы вы получаете сегодня. А теперь вопрос, друзья. Кто хочет еще один секрет, поставьте циферку 7 в чате. Кто хочет еще один секрет телеграма, поставьте циферку 7. А вот тот секрет, который я для вас приготовил, точно большинство не знает. Точно большинство не знает, друзья. Итак, оставайтесь до конца эфира, я вам его расскажу. Оставайтесь до конца эфира, я вам его расскажу. Да-да-да, сидите до конца и терпите меня еще. Терпите, потому что я вам еще про каналы не рассказал. Итак, идем дальше. Телеграм-каналы как инструмент влияния. Я уже вам рассказал про преимущества телеграм-канала. Что такое телеграм-канал? Давайте я расскажу вам про телеграм-канал, а в конце эфира расскажу вам седьмой эфир. Седьмой секрет, прошу прощения. Телеграм-канал – это инструмент, который позволяет работать на огромную аудиторию. То есть телеграм-канал – это инструмент, который позволяет вам расширить свое влияние. Где и как он создается? Давайте я покажу вам, как создавать телеграм-канал. Смотрите. Делает это следующим образом. Смотрите. Вот у вас основное меню вашего телеграма – это ваши чаты и переписки. Правый верхний угол – вот такой значок. Правый верхний угол. Правый верхний угол. Нажимаете на этот значок. У вас всплывает «Создать группу», «Создать группу», «Создать контакт» или «Создать канал». Вы нажимаете «Создать канал». Вот, пожалуйста, у вас всплывает значок, где создается канал. Вы пишете «Создать канал», придумываете название. Но, друзья, не будем себя отказывать и назовем канал «Коля-моля», «Коля-моля», «Трали-вали». А «Коля-моля», «Трали-вали». Кстати, маленький секрет. Если в начале текста своего канала, названия своего канала вы ставите какую-нибудь эмодзю, то она будет на главной картинке. Например, я поставлю вот такой значок, друзья. Вам, наверное, он тоже понравится. Вот такой. Вот такой значок. Вот такой значок. Вот видите, вот такой значочек. «Коля-моля», «Трали-вали». Вот, все сохраняю. И далее, друзья, мне Телеграм предлагает на выбор. Либо публичный канал, либо частный канал. Я ставлю публичный канал. Я ставлю публичный канал. Друзья, публичный канал и пишу «Коля». Нужно ссылку придумать. «Коля-моля», «Трали-вали», «Трали-вали». А вот «Трали-вали» никто не занял. «Коля-моля», «Трали-вали». Все, я придумал ссылку для своего канала. Таким образом, я могу эту ссылку потом выкладывать в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, где угодно. И оттуда ввести аудиторию прямо на канал. Все. Друзья, пожалуйста, «Коля-моля», «Трали-вали» создан. «Коля-моля», «Трали-вали» создан. И мы с вами видим, что смайлик появился еще и на главной фотографии. Вместо фотки. Вот, пожалуйста, канал «Коля-моля», «Трали-вали». Будет смешно, если он через некоторое время станет один из самых популярных в Телеграме. А в Телеграме такие и есть. Все, друзья, вы создали свой канал, который можете ввести страничку в соцсетях буквально за одну минуту. Вы можете создавать очень много таких каналов. Там, по-моему, до 20 каналов, если я не ошибаюсь, можно создавать. Вот вам, пожалуйста, друзья, как это работает. Вот так создается Телеграм-канал. А теперь скажите, пожалуйста, а кто хочет, чтобы я научил вас вот такой «Коля-моля» «Трали-вали» только про вашу компанию или про ваш бизнес или про ваш продукт? Кто хочет, чтобы я научил вас не только создавать каналы, а раскручивать каналы и делать так, что на них будут приходить новые-новые-новые подписчики? Напишите «хочу». Рассказываю вам секрет. В чем секрет ошеломительного роста моего канала? Вот это, друзья, раздел «Статистика». Смотрите, когда у вас на канале будет тысяча подписчиков и более, смотрите, вот заходим на «Профи МЛМ». На «Профи МЛМ» уже 6036 подписчиков, друзья. 6036 подписчиков. Вот когда у вас будет, друзья, на вашем канале более тысячи подписчиков, вы можете смотреть статистику. А теперь смотрите, я нажимаю на главную фотку канала и захожу в меню. Я нажимаю на три точки, на три точки, опа, и у меня всплывает статистика. Статистика. И, друзья, посмотрите, пожалуйста, статистика. И самое интересное, пересылка постов 33. То есть, давайте я вам объясню. Мой каждый пост пересылают 33 раза в среднем. 33 раза. Пример. Спускаемся в статистике на самый низ и смотрим. Мой последний пост. Каждый день для любого человека. 30 репостов. 30 человек поделились. 20 человек поделились с предыдущим постом. 45 человек поделились с постом. 18 человек поделились с постом. То есть, я научился делать такие посты, которые люди распространяют по своим чатам, к другим группам. Почему? Потому что они им нравятся. Потому что посты полезные, друзья. И плюс я сделал некоторые секретики, которые я разработал. И в итоге, что мы видим? Мы видим то, что мой канал постоянно, постоянно, постоянно растет, друзья. Вот, пожалуйста, рост. Пожалуйста, постоянный рост. Да, я вам сейчас покажу еще. Вот, пожалуйста, за год я вам покажу сейчас. Рост за год. Посмотрите, это год. Это год роста. Смотрите, вот так вот растет мой канал. То есть, другими словами, если вы хотите, чтобы ваш канал рос сам собой, нужно сделать так, чтобы ваши подписчики начали распространять вашу информацию. Кстати, распространяйте ее тоже, потому что это полезная, хорошая информация. Доброе дело сделайте. По своим чатам, каналам, группам, друзья. А теперь, смотрите, кто хотел бы научиться писать такие посты, друзья? Да, они поделились, а другие люди это прочитали и присоединились ко мне, друзья. Вот, Елена Бухольцева, спасибо за поддержку. Друзья, напишите, я, кто хочет научиться писать такие посты, делать такой контент, чтобы он распространялся вирусно. Вирусный контент, как вирус, как у нас этот. Коронавирус был только-только в Телеграме. Хотите научиться? Ай, какие вы хитренькие. Все вы хотите у меня получить за просто так, еще за бесплатно. Вот, друзья, пример роста моего канала, друзья. Ну что, подходим к кульминации моего выступления. Вы готовы получить вау? Если готовы получить вау, ребят, вы не можете найти в Андроиде статистику, потому что вам нужно, чтобы на канале было подписано тысячу человек у вас. Друзья, кто готов получить вау, и напишите, готов или готова. Кто готов получить вау, напишите, готов или готова, потому что вас сейчас ждет вау. Внимание, станьте чебурашками. Станьте чебурашками вот с такими ушами. Вот с такими ушами, друзья, станьте. Слушайте меня в оба глаза, в оба уха и в один рот, потому что сейчас, друзья, сейчас вы получите вау. Скажите, кто любит игры, кто любит азарт, кто любит подарки и призы, кто любит спортивные соревнования, и кто любит находить новых друзей, напишите «люблю» или поставьте огонек в чате. Друзья, напишите «люблю» или поставьте огонек в чате. Отлично, я вижу большинство. Я вас поздравляю, потому что мы с вами нашли друг друга единственный в своем роде игровой курс по телеграмму в России и странах СНГ. Рады всем. Субтитры создавал DimaTorzok